Добрый день, дорогие друзья! Это прямой эфир на канале Уроки Истории с Тамарой Идельман. Я очень рада, что мы возобновляем наши прямые эфиры, я скучала без них, но совершенно не было времени и, к сожалению, у нас не будет времени проводить их каждую неделю, как раньше, но раз в месяц будем стараться. Надеюсь, вы не забудете поставить лайк, потому что это нам очень поможет, и тогда как можно больше людей увидит этот эфир. А если кто-то вдруг все еще не подписан на канал, то призываю вас, конечно же, подписаться. А если вы хотите нас поддержать, то вы можете пройти по ссылке в описании, но и, как всегда, естественно, Патреон, платформа Бусти, кнопка суперспасибо на Ютьюбе. Все это вы можете нажать, и мы будем вам очень и очень благодарны. Техническое замечание. Вопросы, которые, наверное, будут возникать во время эфира, пожалуйста, сейчас не надо мне их писать, пишите в конце. В конце мы оставим время для вопросов, и постараюсь на все ответить. Ну а теперь пойдем к делу. И вот я сказала, что я очень рада, что мы возобновляем прямые эфиры. Это действительно так. С другой стороны, мне очень грустно, по какому поводу мы это делаем. Мы собирались начать прямые эфир с сентября, но когда на нас обрушился новый учебник истории, ну, в общем, я поняла, что надо высказаться. Причем сначала я как-то не очень серьезно на это реагировала. Много раз за время моей учительской карьеры спрашивали мое мнение о разных учебниках, и если эти учебники мне не нравились, я обычно говорила, что да, вот это, это, это плохо, да ладно вообще, не надо придавать этому слишком большое значение. Далеко не все школьники читают учебник, и вообще учебник для них это мелочи им наплевать, прочитал-забыл, вообще не прочитал. Не надо про это много думать. Но вот я прочитала этот учебник, и я изменила свое мнение. Этот учебник – это какой-то сгусток лжи и зла. Вот я не случайно назвала сегодняшнюю презентацию «Ложь и ненависть в учебнике». Этот учебник сжив, и этот учебник проповедует ненависть. Именно поэтому я хочу о нем поговорить, чтобы это всем было более-менее понятно. Очень много говорится и пишется о последнем параграфе в этом учебнике, большом, длинном параграфе, который назван Россией в начале XXI века, «Специальная военная операция», ну и понятно, что он восхваляет эту пресловутую специальную военную операцию. Но если бы это был просто учебник какой-то, там чего-то рассказывается, 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 можно по нему работать, а потом дошли до последнего параграфа, это уже весна, времени нет, вообще можно плюнуть. Все равно было бы неприятно, конечно, но и в данном случае все не так. В данном случае этот учебник очень четко, последовательно, продуманно, с первого параграфа до последнего проводит несколько идей, которые очень близки и нужны нынешней власти. Я не буду говорить про убогую методику в этом учебнике, про скучный текст, про это уже много сказано, ну и в общем в данном случае, то есть это печально, конечно. С другой стороны, это говорит о том, что нормальные учителя и методисты не стали работать над этим учебником, но вряд ли кто-то из нас верит, что это действительно писали господа Мединский и Таркунов. Ясно, что это работала какая-то команда, и ясно, что эта команда с методической точки зрения очень слабенькая. А вот с пропагандистской у них там все продумано, все продумано очень и очень четко. И вот в самом начале становится очень хорошо понятно, о чем вообще здесь будет идти речь. Вот на одной из первых страниц, ну собственно говоря, это страница, которая встречает всех там после какого-то вступления. И мы видим тут СССР в 45-м-91 годах. Это вот тот большой период, о котором в основном здесь будет идти речь. Здесь нас встречает улыбающийся Гагарин, символ процветания Советского Союза. Не могу удержаться, сразу вспоминаю группу Рапфак. Раньше все было не так, летал Гагарин, играл Спартак. Ну вот, значит, улыбающийся Гагарин, а рядом текст господина Путина. Прежде всего следует признать, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. И вот все основное, не все, но очень важная вещь, сразу здесь заявлено. То есть мы вам будем рассказывать о прекрасной, замечательной стране, где очень хорошо все жили. Были отдельные недостаточки, ну там про них еще сейчас поговорим. Вообще все жили прекрасно, все было отлично, дружба народов, процветание. Ну только что, разве что, про пломбирничание. А потом пришли нехорошие люди, которые эту прекрасную страну развалили. Ну, следующий вывод понятен. А как бы нам вернуться в эту страну? Он здесь не сформулирован, но он напрашивается. Ну, прежде чем мы пойдем дальше, сейчас попробуем провести голосование. Первый раз проводим в прямом эфире голосование. Волнуюсь, но надеюсь, что все получится. Значит, сейчас ваша задача – вот QR-код, который вы можете сосканировать, или же вы можете зайти с помощью на сайт menti.com, menti.com, как мы любим говорить, и ввести код 3228-0501. И дальше, пожалуйста, ответьте на этот вопрос. Согласны ли вы, что распад СССР – это крупнейшая геополитическая катастрофа XX века? Так. Ну-ка посмотрим. Что-то мало народу уже зашли. Ну, кто-то зашел, значит, это все-таки работает. Смотрим еще. Хорошо, появилась дискуссия. Это всегда радует. Ну, считается, нехорошо, пока идет голосование, как-то на него воздействовать. Но все-таки, чтобы не тратить время, я скажу свое мнение, естественно, с которым вы имеете право соглашаться или не соглашаться. То, что распад Советского Союза был очень тяжелым событием, это безусловно, то, что эти события трагически переломили жизнь очень многих людей, живших в разных частях Советского Союза, где-то просто потому, что они лишились домов, где-то потому, что им пришлось бежать, где-то потому, что начался вооруженный конфликт. С этим я согласна безусловно. Но когда говорится, что это крупнейшая геополитическая катастрофа, то, в общем, эта фраза, конечно, предполагает, что это была прекрасная страна и вообще-то в ней жилось лучше, чем без нее. Вот с этим мне согласиться трудно. Не говоря о том, что я знаю катастрофы пострашнее. Например, Вторая мировая война, например, Холокост. Ну и еще, на самом деле, можно еще найти катастрофы в XX веке. Но вот в учебнике эта идея заявлена в самом начале не случайно. То есть это сразу мысль о том, как хорошо было жить в Советском Союзе. И дальше рассказ начинается с послевоенной эпохи. Учебник охватывает период 1945 года до сегодняшнего дня. И понятно, что в первые послевоенные годы жилось очень тяжело. И вот здесь первая такая интересная хитрость, заключающаяся в том, что здесь не скрывается, что было тяжело. Да, было тяжело. И об этом говорится. Говорится, вижу, что пользователи из России должны через VPN заходить для голосования. Ну что ж, такова наша реальность. Ну, еще тогда дам еще минутку, если кто-то хочет зайти через VPN. А потом уже пойдем дальше. Но пока что буду говорить вот о чем. Что слишком просто было бы начать говорить, «Ай, война закончилась, и как все сразу процветали, и как все было здорово, как все было отлично». Это слишком примитивно. Так они не действуют. Знаете, вспоминается фильм «Кубанские казаки», где голодное послевоенное время, и там какие-то пиры, застолья, столы, которые ломятся от еды. Ну, такая ходит легенда, что якобы во время съемок старушка в деревне, где снимали, подошла и сказала, ребятки, а это вы из какой жизни фильм снимаете? То есть она даже не поняла, что это про советскую жизнь. Вот этого здесь нет. Здесь говорится о том, что страна была разрушена, что было много жертв. Вот все, что полагается по программе «Минимум», скажем так, здесь сказано. Но именно, что по программе «Минимум», а это очень существенная разница. То есть, ну, значит, смотрим. Военные потери привели к резкому сокращению количества мужчин. Безусловная правда. Но уже в 1946 году рождаемость превысила уровень 1940 года. Тоже правда, бэби-бум, конечно. Однако последующие десятилетия из-за чудовищных потерь низкой рождаемости страна примерно через каждые 20 лет попадала в демографическую яму. Тоже правда. И здесь говорится о разрушенных городах, о погибших людях, о росте преступности, о беспризорниках. Все есть. Но дальше. С другой стороны, быстрый рост населения в послевоенные годы свидетельствовал об оптимизме в обществе и о позитивной динамике социально-экономических процессов в СССР. И сразу очень хорошо видно, как плохо. Ну вообще-то хорошо. Ну вообще-то не страшно. Ну вообще-то мы молодцы. И вот этого будет очень много. Значит, быстрый рост населения. Да. Оказывается, он свидетельствует об уверенности в будущем. Это вопрос большой. Дальше. Рассказывается о том, как была восстановлена промышленность. И это такой очень оптимистический кусок. Строили новые заводы, восстанавливали. Верно, восстанавливали. Конечно, возникает вопрос, а как восстанавливали? Там где-то мелькает фраза о том, что по-прежнему централизованное руководство экономикой. Но вообще-то надо понимать такую вещь. Конечно, Советский Союз был разрушен после войны. Ну, большая его часть. То есть восстановление – это было воспроизводство всех тех ужасающих изъянов экономики, которые были заложены в первой пятилетке. То есть резкий перевес тяжелой промышленности над легкой, резкий перевес промышленности над сельским хозяйством. Все то, что обрекало страну на голод. Это страна, в которой делают прежде, ну, пушки вместо масла, грубо говоря, в которой прежде всего гонят оборонку, станки и так далее. И это, это как бы вообще на это не обращается внимания. Даются большие сведения много о том, как шахты восстанавливали, там, заводы металлургические. Да, восстанавливали. Вопрос в том, какая экономика формировалась. Вот очень многое из проблем следующих десятилетий было заложено в этом восстановлении экономики. А люди-то действительно надеялись на будущее. Вот анализ доносов, поступавших в НКВД, очень хорошо говорит, например, о том, что люди почему-то надеялись, что после войны отменят колхозы. Конечно, не отменили. Продолжалась голодуха в колхозах. Надеялись, что как-то жить станет полегче. Ну да, по сравнению с военными годами, может быть, и стало полегче. А все равно магазины пусты. А все равно есть нечего. А все равно тяжелейшая работа. И экономика вся по-прежнему искореженная. И дело не только в искореженности. А в том, что в это время уже на Западе начинают развиваться совершенно другие отрасли. То, что называется наукоемкие отрасли. Которые потом будут обеспечивать то, что мы сегодня называем научно-технической революцией. А в Советском Союзе по-прежнему все те же старые традиционные отрасли. И это залог будущего страшного отставания. Вот цитата из текста, пожалуй, лучшего на сегодняшний день специалиста по сталинской эпохе Олега Хлевнюка. Историка, который очень много, очень интересно пишет об этом времени. И он пишет. Приведу показательный пример. На предвыборном собрании избирателей в 1946 году Сталин выступил перед людьми, которые будут за него голосовать на выборах. Послевоенные годы уже были предверием будущей научно-технической революции. О чем говорил тогда с трибуны глава Советского государства? Нам нужно добиться того, чтобы наша промышленность могла производить ежегодно до 50 миллионов тонн чугуна, до 60 миллионов тонн стали, до 500 миллионов тонн угля, до 60 миллионов тонн нефти. То есть, пишет Хлевнюк, в то время, когда уже появились ядерное оружие, радиолокация, реактивная авиация и прочие наукоемкие производства, Сталин мыслил в рамках экономической модели, исчерпавшей себя еще накануне войны. Ясно, что человек не улавливал дух новой эпохи и ментально так и остался в конце 20-х годов в эпохе форсированной индустриализации. Ну и, в общем, с этим не поспоришь. Конечно, Россия, Советский Союз оставался в эпохе форсированной индустриализации. Если бы дело было только в этом, увы, значит, кое-как восстанавливают, с гордостью пишут, что карточки отменили раньше, чем в Великобритании. И после главы про экономику вот такой замечательный вопрос. Существует следующая точка зрения. Это вообще хорошая форма вопроса. Такое задание есть в ЕГЭ, то есть найти аргументы за или против какой-то точки зрения. Только здесь это сформулировано так. Существует следующая точка зрения. Правительство СССР сделало все возможное для преодоления трудностей и проблем развития советского общества в послевоенное время. Приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку зрения. То есть мысль о том, что данную точку зрения можно оспорить, она даже не возникает. Только подтвердите. То есть мы сначала изложили, как здорово экономику восстанавливали, а теперь еще заколотим покрепче. Дальше еще одна вещь, которая видна уже в этом вроде бы безобидном параграфе об экономике. После параграфа здесь источники, которые надо анализировать. Здорово, отлично. Много лет своей педагогической карьеры я посвятила тому, чтобы разрабатывать разные варианты работы учеников с источниками, потому что это развивает их мышление критическое и так далее и тому подобное. И вот здорово здесь источник анализируют. Что у нас за источник? Прочитайте отрывок из речи Сталина на предвыборном собрании, вот как раз тот самый, который комментировал Хлевнюк. Но я совсем не против того, чтобы дети анализировали речи Сталина. Ради бога. Вопрос, как анализировать? Потому что вопросы к ним такие. Какие из планов развития народного хозяйства были краткосрочными, а какие долгосрочными? Сколько времени Сталин отводил на достижение краткосрочных планов развития? Ну и так далее. То есть, во-первых, я не говорю об убогости этих вопросов. То есть это вопросы, направленные исключительно на то, чтобы из источника вывести какие-то данные. Сам анализ источника, насколько он адекватен, его сравнение с другими источниками, разные оценки. Этого нет, конечно. То есть речь товарища Сталина нам дается как данность, и из нее мы просто получаем еще разные фактики, касающиеся восстановления экономики. Все. Но очень характерная вещь, что сразу возникает Сталин. И Сталин тут будет везде. Портреты, тексты, упоминания постоянно. Ну, мы можем сказать, и что, да, Сталин играл огромную роль в это время. И, наверное, это правильнее, чем вот когда я училась в школе, то Сталина практически вообще не упоминали. И так же, как и 20-й съезд, ну там одной строчкой или одним абзацем проходил, и все. Естественно, роль Сталина в истории России огромная, конечно, о нем надо говорить. Вопрос, конечно же, как говорить. А здесь вот эта вот линия, которая проходит тут красной нитью о том, какой хороший товарищ Сталин, о том, какой он замечательный, о том, как много он сделал. Ну, цитировать можно бесконечно, я не буду этого делать. Здесь отдельно есть главка. Сталин и его окружение. Война укрепила морально-политическое единство общества. Победа в глазах советских людей стала безусловным доказательством прочности советского строя. Личность Сталина была для людей символом победы СССР. Авторитет вождя был непререкаемым. Ну, то есть, вот, можно, наверное, об этом тоже можно так написать, что авторитет Сталина, конечно, для большинства людей в это время был очень велик. И, конечно, во многом, и, по крайней мере, пропаганда давила на то, чтобы связывать Сталина с победой. Вот на это работали с первых дней после войны. Очень интересно, как вот Илья Оренбург в своих воспоминаниях давно уже написал, что в газетах первых месяцев войны практически нет Сталина. Отступают. И вдруг Сталин, который раньше всегда цитировался, всегда воспевался, а его нет. Вот только с осени 41-го он начнёт появляться. А потом снова его будет всё больше, 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 больше. И вот это, вот такие восхваления, в общем-то, Сталина неосмысленные, неотрефлексированные. Они тут везде. Как бы просто это факт, но никаких других фактов нет. Мы ещё сейчас вернёмся к роли Сталина. Но сначала, опять же, о том, на каком фоне Сталин у нас выступает. Трудности, да, были. Репрессии. Ну, да, говорится про репрессии, безусловно. Ну, где-то там между делом. Но при этом каждый раз нам объясняют в общем, как они были нужны, какие они были, как они были вызваны тяжёлой обстановкой. Вот, пожалуйста, вскоре после окончания войны начался процесс репатриации. В СССР стали возвращаться люди, угнанные во время войны оккупантами для рабского труда в Германии. Правда? Правда, безусловно. Бывшие военнопленные и другие перемещённые лица. В отношении них проводились проверки. Тех, кто запятнал себя сотрудничеством с фашистами, приговаривали к тюремному заключению, в исключительных случаях к смертной казни. Такие меры находили понимание в обществе. Как бы, сказано правда, все, кто возвращались из лагерей немецких, проходили проверки. Так оно и было. Тех, кого обвиняли в сотрудничестве с фашистами, отправляли в советские лагеря. Вопрос в том, этих людей, это были действительно те, кто сотрудничали с фашистами, или это были те, кого вынудили признаться в этом. Вот я всё время думала, часто думаю о том, почему следователи в сталинское время так были зациклены на выбивании признания. Да можно было просто. Но вряд ли они, конечно, думали о последующих временах. Но, во всяком случае, сегодня можно предъявить множество протоколов и сказали, посмотрите, они же признались, что они были шпионами, надзирателями, там, кем угодно. А какое количество из этих людей было вынуждено в этом признаться? Кто это посчитал? Вообще-то посчитали. Может быть, не точно, но об этом сказано, вот о том, как поступили с фронтовиками и с теми, кто, как поступили с фронтовиками, с теми, кто возвращался из плена, с теми, кто просто жил на оккупированных территориях. Вот совершенно такие пронзительные страницы, об этом написано в архипелаге ГУЛАГ. «Уместно спросить, – пишет Солженицын, – всё-таки были же и такие, которые ни на какую вербовку не пошли и нигде по специальности у немцев не работали, а там идея такая, что если ты работал у немцев просто по специальности каменщиком, врачом, ты уже преступник, и не были лагерными орднерами, и всю войну просидели в лагере военнопленных, носа не высовывая, и всё-таки не умерли, хотя это почти невероятно. Например, делали зажигалки из металлических отбросов, как инженеры-электрики Николай Андреевич Семёнов и Фёдор Фёдорович Карпов, и тем подкармливались. Неужели им-то не простила родина сдачи в плен? Нет, не простила. И с Семёновым и Скарповым я познакомился в Бутырках. Когда они уже получили свои законные сколько, догадливый читатель уже знает, 10 и 5 намордника. А будучи блестящими инженерами, они отвергли немецкое предложение работать по специальности. А в 1941 году младший лейтенант Семёнов пошёл на фронт добровольно. А в 1942 году он ещё имел пустую кубуру вместо пистолета. Следователь не понимал, почему он не застрелился из кубуры. Здесь имеется в виду обвинения, которые предъявляли многим фронтовикам, попавшим в плен, почему-то не покончил с собой. Если помните, это, например, отражено в романе «Черги за Айтматова плаха», где герою задают этот вопрос. А из плена он трижды бежал. А в 1945-м, после освобождения из концлагеря, был посажен как штрафник на наш танк и брал Берлин и получил орден Красной Звезды. И уже после этого только был окончательно посажен и получил срок. Вот это и есть зеркало нашей немезиды. Мало кто из военно-пленных пересёк советскую границу как вольный человек. А если в суете просочился, то взят был потом, хоть и в 1946-1947 годах. Одних арестовывали в сгонных пунктах в Германии, других будто арестовывали, но от границы везли в товарных вагонах под конвоем в один из многочисленных по всей стране разбросанных проверочно-фильтрационных лагерей. Эти лагеря ничем не отличались от исправительно-трудовых, кроме того, что помещенные в них ещё не имели срока и должны были получить его уже в лагере. И вот таких примеров, увы, есть очень и очень много. И вопросов даже нет о том, как обходились с теми, кто был в плену. Вообще фронтовики, люди, хлебнувшие своего на войне, люди, многоповидавшие, в частности, другую жизнь, люди, не боявшиеся говорить, они представляли угрозу режиму. И известно, что целая волна была фронтовиков вот в первые послевоенные годы. Об этом тоже написано в ГУЛАГе. Кроме этого, вот ещё тоже, как бы нам рассказывается о тяжёлой ситуации, вот она не скрывается от нас, но как она подаётся? Сейчас, простите, не то открыла. В 1941-1945 годах из Красной Армии по инвалидности было уволено около 2,5 миллионов человек. Государство старалось обеспечить им медицинский уход и трудоустройство. Они получали пенсии, путёвки в санатории, для них организовывались интернаты и дома инвалидов. Основная масса фронтовиков достаточно быстро перестроилась на мирную жизнь. Задумываться о превратностях судьбы было некогда, надо было восстанавливать страну, причём в кратчайшие сроки. Вот знаете, мы когда готовились к этому эфиру, то мы говорили о том, что надо провести его как можно спокойней, выдержанней. Да, я стараюсь. Но те, когда читают эти строки, у меня перехватывает дыхание. Я думаю, вы легко догадаетесь, какая из этих иллюстраций есть в учебнике. Это, естественно, картина «Возвращение», где радостный солдат приходит, его жена обнимает, сын. А вот этот рисунок так называемого самовара, как называли таких людей, лишившихся рук и ног, который был сделан в Аллаамском доме инвалидов, вот он, конечно, сюда не попал. Так же, как не попало сообщение, так же, как не попала информация о том, что в 1948 году был указ, по которому выслали всех инвалидов, который был по борьбе с нищенством, потому что многие инвалиды, от которых отказались родные, просили милостыню. И своими безрукими, безногими фигурами портили картинку. И вдруг они исчезли в 1948 году после этого указа. Их не выстреляли, нет. Их действительно отправили в дома инвалидов. Вот, например, на остров Валаам на Ладожском озере, где холод, зима, где они всеми забыты, где они далеко от всех центров. Вот туда. Потом даже какой-то союз инвалидов НКВД вскрыло. Но тут очень трудно понять, это действительно был какой-то союз, когда пытались люди, пытались военные, вернувшиеся с войны, поддерживать друг друга. Или это полностью придумали НКВДшники. Но жизнь этих людей, они были выброшены просто на обочину. И это не мелочь и не случайность, а это разговор о том, как формировался образ войны. Я все время цитирую очень проницательные слова филолога Евгения Добренко, что историю войны стали превращать в историю победы. А победа достигнута, конечно же, под мудрым руководством товарища Сталина. И вот в этой картинке страдания людей, настоящие страдания, они совершенно были не нужны. Поэтому надо было избавиться от инвалидов. Поэтому писали книги, в которых как будто вообще говорилось, о, какие тяжелые испытания перенес советский народ. Но не более того. А дальше о том, как под руководством вождя все прекрасно складывалось. И вот он, товарищ Сталин, на странице учебника, где говорится о том, что с ним прежде всего связывалась победа у советских людей. На первый вопрос большинство проголосовало, что из слушающих сейчас меня, что они не согласны с тем, что Распад Советского Союза это крупнейшая геополитическая катастрофа. Вот мне очень интересно, какой сейчас будет ответ на следующий вопрос. Вот есть QR-код, через который можно войти. Напоминаю, что те, кто смотрит в России, им придется включить VPN. Или же код 3228-0501. так. Ну-ка, интересно. А для тех, у кого нет VPN, можно голосовать в чате Ютьюба. Вопрос о роли Сталина в войне, он непростой, он интересный, он интересный с исторической точки зрения. И можно сказать, что Сталин, безусловно, хотел, чтобы его страна выиграла войну. Сталин, безусловно, как мог, прилагал к этому усилия. Но мое глубокое убеждение, которое я не раз уже высказывала, и отсылаю за подробностями, отсылаю всех желающих к моей лекции «Сталин и война». Мое глубокое убеждение, что это пропагандистский трюк, пропагандистский ход, который продолжается уже много лет, который начали с 1945 года, а может быть и раньше, и продолжают до сегодняшнего дня. Мое глубокое убеждение, что война была выиграна вопреки Сталину, который постоянно принимал неправильные решения, который исходил из своего людоедского представления о том, что людей не надо жалеть. И только такими способами он, да и его маршалы, генералы умели воевать. А выиграли войну те, кто воевали, солдаты и командиры Красной Армии и армии союзников, о которых тоже забывают. Вот здесь в учебнике, учебники, конечно, всюду, постоянно, как бы между делом. Сталин пользовался огромным уважением, Сталин был связан в взглядах, в представлении людей с победой. Сталин, 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 Сталин. И он говорит, а что, так же было? Да. Давайте мы какую-нибудь другую сторону покажем вот этой сияющей медали. На этом не могут сказать, а мы показываем. Там говорится о репрессиях, например. Тут есть главка послевоенной репрессии. Все честно. Упоминается ленинградское дело. Говорятся какие-то имена расстрелянных. Ну, что еще надо-то? Вот этот знаменитый кадр из фильма «Покаяние» мне кажется очень существенным. Наверное, вы помните, те, кто посмотрели фильм, наверное, помнят, как там вдруг говорят, что бревна, которые сплавляют по реке, на них заключенные вырезали свои имена. И женщины кидаются туда и смотрят, не на реке, на вокзале, и смотрят, вот ищут имена своих близких. И это, конечно, ну, помимо того, что это такая потрясающая совершенно сцена, но это образ, конечно, играющий со знаменитой фразой, которой очень многие люди утешали себя в те времена, о том, что лес рубит, щепки летят. И в какой-то мере то, что говорится о репрессиях здесь в учебнике, это вот тоже лес рубят, щепки летят. Репрессии упоминаются, и это как бы снимает претензию, что мы же говорим. Во-первых, абсолютно не показан их масштаб. Где-то говорится, что, ну, да, некоторых там руководителей сняли, расстреляли. Всё. Количества этого совершенно нет. Бессмысленность этих репрессий, их неоправданность, их жестокость, вот этого ничего нет. И, понимаете, если сейчас начать рассказывать о тех, кто был репрессирован в послевоенные годы, ну, лекция наша затянется на много-много часов. Поэтому, ну, я отобрала маленькие, какие-то крошечные примеры. Вот два маршала. Маршал авиации Худяков, маршал Советского Союза Кулик. Вот маршал Кулик был одним из немногих, кто еще в начале войны, кто жалел своих солдат. Как Жуков его за это ненавидел, как он его просто стирал с лица земли. Но тогда все-таки военные были нужны. А потом, вот одна из групп, которых боялся Сталин очень сильно, после войны, естественно, это были военные. А они там тоже себе позволяли что-то говорить, что политика не та. Им не очень нравилось то, что превозносили только Сталина, а получалось, что их забывали. И начинаются дела военных. Очень многим из них шили, грубо говоря, пользование трофейными вещами. И наверняка многие из них действительно поживились очень сильно в Германии или в Японии. Кто-то там, говорят, целыми вагонами вывозил, посуду, мебель антикварную и так далее. Ничего хорошего в этом нет. Вопрос, надо ли за это расстреливать. Кому-то, вот как Кулико, шили заговор и с военными разобрались. Жуков уцелел там тоже по разным соображениям, но, как мы знаем, его сняли, отправили Одесским военным округом командовать человека, который был вообще кумиром всех. Именно потому, что был кумиром. Но, конечно, удар был далеко не только по военным, но вот тоже только два примера совершенно разных. Рауль Валенберг, шведский дипломат, конечно, совершенно удивительный человек, человек, который спас несколько десятков тысяч венгерских евреев, потому что он, как дипломат, выдавал им шведские паспорта и таким образом спасал их от отправки в лагеря смерти. Человек, признанный праведником мира, один из самых уважаемых сегодня людей. Мы не знаем судьбу, как закончилась жизнь Валенберга. Он исчез. В 1947 году в Будапеште он исчез. Больше его никто не видел. Много лет ходили легенды, даже Андрей Микосахаров верил этой легенде, что якобы он жив, что якобы его видели где-то на пересылке. Его родственники через 20 лет после войны все еще верили, что он теоретически может быть жив. Но сегодня все-таки большинство историков сходится на том, что, скорее всего, его похитили в Будапеште, потому что какая-то была игра разведок, его вывезли на Лубянку, но и он умер от сердечного приступа, то есть, очевидно, так его били, что он умер во время допроса. Вот одна судьба человека, который спас десятки тысяч жизней. Другой портрет здесь это великий актер и режиссер Соломон Михоэлс, создатель гассета Государственного еврейского театра, совершенно потрясающий актер, человек прославленный, невероятно. Вот моя бабушка с дедушкой, для которых очень много значил гассет, они говорили, что на короля Лира Михоэлс играл короля Лира, и это играли наидыш. Соответственно, большинству жителей Москвы был непонятен текст. Приходили люди, не знавшие языка, потому что настолько потрясающе Михоэлс играл Лира, Азовскин играл Шута, что все было понятно без языка. Михоэлс сыграл очень большую роль в приближении победы. Он возглавлял еврейский антифашистский комитет, он, состоявший из крупных деятелей еврейской культуры, во время войны они ездили в Америку, они там выступали, они рассказывали о войне, и они от еврейских общин в Америке собрали очень много денег на войну. Ну, собственно, это и будет то, что потом им поставят в вину. Но Михоэлс был слишком знаменит и слишком знаменит за границей, чтобы с ним просто расправиться. Поэтому его отправили в Минск, а он был членом комитета по сталинским премиям. Вот его отправили в Минск вроде бы там смотреть какой-то спектакль, и там он был убит. Причем могли ведь просто застрелить, а его грузовиком переехали. И вот это только несколько примеров. После этого Гассет был закрыт, большая часть крупных актеров тоже была уничтожена, были отправлены в лагеря, скажем, тот же Зузкин, гениальный, был расстрелян. И это только, еще раз говорю, это только несколько примеров. И дальше здесь же пишут в послевоенные годы, сейчас, простите, найду в учебнике, потому что так мне трудно это читать. можно естественно здесь найти примеры, можно приводить примеры расстрелянных ученых, расстрелянных инженеров, там кого угодно. Вот там в 49-м году в Красноярске было дело геологов, которых обвиняли в неправильной оценке и заведомом сокрытии мездорождений полезных ископаемых. И там тоже были страшные совершенно приговоры и много-много и много всего другого. И дальше вот значит кого-то так немножечко ну кого-то посадили да не очень хорошо ну так примерно это получается. А после смерти Сталина вообще все закончилось и не вопрос. А дальше нет сейчас не хочу тратить время чтобы страничку искать про что здесь значит в послевоенные годы государство уделяло большое внимание развитию науки культуры и спорта в то же время по идеологическим причинам был закрыт ряд исследовательских проектов и направлений художественного творчества. Тем не менее советские ученые добились и так далее. Ну то есть что-то такое происходило. Были не очень хорошие черты. Были хорошие хороших больше. И вот помимо того что репрессии послевоенные годы обрушились на всех на разные слои населения на фронтовиков на колхозников мечтавших об освобождении из колхозов на ученых в самых разных сферах на обычных людей просто который там человек возвращался из Европы и рассказывал что он там видел этого уже было достаточно. Но отдельную роль конечно особую роль сыграло невероятное давление и репрессии по отношению к деятелям культуры и искусства и вот эта фраза что там большое внимание идеологический контроль был да был только давайте называть вещи своими именами это не просто контроль а это жесточайшее давление вот в учебнике большое внимание уделялось развитию науки культуры и спорта да уделялось конечно Сталин смотрел все фильмы которые выходили все было под контролем но в реальности мы знаем что была целая череда постановлений и кстати они упоминаются они упоминаются в учебнике так вот между делом была целая череда постановлений из которых конечно самое знаменитое это постановление журналов звезда Ленинград которое было в августе 46 года о котором написано здесь подвергли критики Зощенко и Ахматову вот здесь в центре Жданов выступающие со своим гнусным докладом в Ленинграде подвергли критики ну что тут такого мало ли кого критикуют то что Зощенко и Ахматовы стали изгоями после этого то что после этого издания после этого постановления как и после постановления о музыке как и после постановления о драматических театрах, расходились круги, то есть во всех журналах обсуждали это постановление, и всюду надо было найти того, кто найти виноватого. И эти люди каялись, их исключали из партии, их выгоняли с работы, а потом за ними приходили. И говорится, что Жданов покритиковал Ахматова и Зощенко. Ну так я просто напомню. Сейчас, простите, мы перейдем тут на эту страничку. Ну, значит, Жданов покритиковал. Зощенко он назвал мещенином и пошляком, который привык глумиться над советским бытом. Его рассказы – это пакостничество и непотребство. Ну, а самые знаменитые слова про Ахматову – это не то монахинь, не то блудница. То есть я не говорю уже о том, что это был поток оскорблений, но эти оскорбления – это начало травли множества других литераторов и журналистов. Точно так же, как постановление об опере «Мурадели. Великая дружба» – это не только удар по этой опере, это начало травли во всех музыкальных театрах, музыкальных редакциях и так далее. И такого очень много. И упоминается, да, была секция «Восхнил», на которой Лысенко высказывал не очень правильные взгляды. Секция «Восхнил» означала разгром биологической науки, когда людей арестовывали, им не давали, в лучшем случае им не давали работать, а их арестовывали, их проекты закрывались. Это, кстати, определило резкое отставание советской науки, потому что были просто вырублены генетики, вообще крупные биологи и так далее. И так же было вам со многими другими науками и со многими другими сферами культуры. И удивительно то, что в учебнике, вот между делом так говорится про Ахматова и Зощенко, не, ну не между делом, тут даже портрет Жданова, а потом источник, тоже после параграфа. И так же, как вот после параграфа про экономику, дети должны анализировать источник текста Сталина, а здесь не нашли ничего лучше, как вот про постановление журнала «Звезда Ленинграда» написаны тома уже сегодня. А нам предлагают прочитать отрывок из воспоминаний секретаря ЦК КПСС Шипилова. Отрывок такой. Главное, что сказал Жданов, сводилось к следующему. У нас сложилось очень неблагополучное положение в эгитпропе ЦК. Война закончилась, перед нами встали гигантские хозяйственные задачи. Для этого нужно провести огромную идейную работу в массах. Намерение разбить нас на поле брани провалилось. Теперь империализм будет всё настойчивее разворачивать против нас идеологическое наступление. И дальше оказывается, что творческая интеллигенция не соответствует этим задачам. Среди части интеллигенции, или не только интеллигенции, бродят такие настроения. «Пропади она даром всякая политика. Хотим просто хорошо жить, подлецы, зарабатывать, свободно дышать, с удовольствием отдыхать. И мы не в намёк, что путь к такой жизни – это правильная политика. Какой стыд, какое унижение национального достоинства. Одного только эти господа-воздыхатели о западном образе жизни объяснить не могут. Почему же мы Гитлера разбили, а не те, у кого урны красивые на улицах?» Вообще, это очень интересный текст. И я бы его с большим удовольствием анализировала на уроке. Как пример пропаганды, как пример текста, содержащего очень серьёзные идеологические шаблоны. Например, «Мы Гитлера разбили, а не те, у кого урны красивые». То есть только «мы», а не «Запад». Это любимая песня. Здесь говорится практически о том, что травля интеллигенции и кампания против космополитизма, вот это низкопоклонство перед Западом, которое тоже привело к арестам, к самоубийствам, к закрытию журналов. А это всё обосновано, потому что Запад на нас наступает, и в этой ситуации нам надо защищаться, а эта подлая интеллигенция этого не может сделать. А вопросы, которые задаются к этому тексту, какие ожидания после войны существовали в советском обществе? «Почему с точки зрения автора важна была идеологическая работа? Докажите цитатами, что данный источник создан в период идеологического противостояния СССР со странами Запада». То есть, в общем, ясно, что авторы учебника во многом солидаризируются с товарищем Шипиловым и хотят эту солидарность передать детям, что вот когда коллективный Запад на нас наступает, нечего тут выпендриваться. Все построились, и все делаем, что надо. И тоже о том, что происходило с интеллигенцией, можно говорить бесконечно в это время. Но я не могу позволить себе много на это времени уделять. Вот по этому QR-коду можно зайти на сайт «Бессмертный барак», например. Там есть прямо списки расстрелянных поэтов, расстрелянных ученых, расстрелянных детских писателей. И, надо сказать, я вот стала выбирать оттуда. И мне казалось, что я вообще в курсе дела. Но это огромные списки. Ну вот я выбрала почти наугад. Значит, закрыт Государственный еврейский театр. Многих арестовали, лучших руководителей расстреляли. Закрыт Камерный театр. Александр Таиров не выдержал, вскоре умер после этого. Великий режиссер. В 1952 год расстреляны практически все маломальские интересные еврейские поэты. Этого времени выбито просто поколение идышской литературы. В 1944 году арестован молодой человек, будущий очень интересный литературовед Аркадий Беленков. В следующий раз он будет арестован в 1951 году. В 1951 году арестован переводчик Константин Богатырев. Его обвиняют... Он был переводчик. Его обвиняют в попытке государственного переворота и убийстве всех членов правительства. Юрий Домбровский, автор факультета ненужных вещей, на мой взгляд, невероятно недооцененный, потрясающий писатель. Он четыре раза был арестован в своей жизни. Один раз в 1933-м отправили в ссылку, потом в 1936-м его арестовали, выпустили, потом его арестовали, выпустили, то, что описано как раз в его романе. Потом его арестовали в 1939-м, выпустили, еще раз арестовали в 1949-м. Лев Копелев, германист, журналист, будущий правозащитник, литературовед, в 1945 году арестован за пропаганду буржуазного гуманизма. Попросту говоря, он заступался за мирных жителей немецких. Елеазар Мелетинский, будущий, выдающийся филолог. В 1942 году арестован, выпущен, в 1949-м арестован снова. Леонид Соловьев, автор замечательных романов о Хаджеме Средине. Я помню, я когда-то, где-то даже не помню, говорю, в 1946 году был арестован Леонид Соловьев. И какая-то женщина сказала, а этого-то светлого человека за что? И сама так отдернула себя, говорит, что я говорю? Причем тут за что? Кто там смотрел, светлый, несветлый? Вот это только несколько примеров, а их десятки и сотни. Что дальше? Значит, тоже цитата из учебника. В научной среде поддерживалась творческая атмосфера. Вот этот бюст замечательный по заказу Росатома был сделан. Это Лаврентий Павлович Берия. Росатом уже довольно долго, уже несколько лет, Росатом всячески пропагандирует деятельность Берии, как человека, курировавшего атомный проект. И они, вот эти бюстики вроде как заказали, подарочные, чтобы дарить. Они жаждут ставить памятники Берии и так далее. И что тут можно сказать? Что Берия, конечно, курировал атомный проект. Берия очень много сделал как организатор для того, чтобы в закрытых городках на Урале и в других местах выдающиеся ученые во главе с Курчатовым делали атомную бомбу. Берия оберегал их, конечно. Он их очень жестко контролировал, они перед ним трепетали, но он их оберегал, он им обеспечивал возможность работать, он им обеспечивал хорошее питание, хорошие квартиры. Это верно. Мало того, вот когда была эта позорная сессия в Аскнин, когда биологию разгромили, то известно, что готовилась такая же сессия по разгрому физиков науки. Вот очень интересно, что у Гитлера громили теорию относительности, как странную еврейскую теорию Эйнштейна. И в послевоенном Советском Союзе тоже громили теорию относительности. Раз слышала я историю о том, что это был академик Зельдович, который пошел к Берии, или я слышала, что это был академик Гинсбург. Ну, не знаю, один из физиков, поддающихся, пошел к Берии и говорит, а вы понимаете, что вот готовится сейчас разгром сторонников теории относительности. Он говорит, и что? А это что, имеет отношение к атомному проекту? А он сказал, конечно, Е равно МЦ квадрат. Это связь массы с энергией. И Берия сказал, работайте спокойно, и этой сессии не было. Вот какой был хороший Берия. Берия очень сильно демонизирован, потому что потом уже в хрущевское время, когда он был арестован, казнен, все на него свалили. Ну, вообще-то Берия был по горло в крови. Вообще-то он командовал тайной полицией. Вообще-то по его приказу арестовывали, пытали и убивали. И творческая атмосфера поддерживалась. На Шарашках, где еще до войны сидели Королев, Туполев и многие другие, которые сегодня составляют гордость российской инженерной мысли, вот в этих закрытых городах атомного проекта. А это не противоречит тому, что великий биолог Николай Вавилов еще во время войны умер от голода в тюрьме. Это не противоречит тому, сколько ученых было арестовано, разгромлено. И вот этого было полным-полно. Поэтому вот то, как описывается послевоенная жизнь, это невероятно хитрый ход. Мы называем некоторые вещи, о которых нам все время кричат наши противники, или мы их называем между делом, опуская огромное количество фактов, или же мы их называем и объясняем, что они были нужны, чтобы защищаться от Запада, чтобы бороться за величие СССР, или срубят щепки летят. И таким образом это все становится не страшным. Это все становится таким милым, я бы сказала. Вот эти кровавые, страшные, жуткие годы. Но на фоне этого, все, что было дальше, это уже рассказать вообще не вопрос. Вот она, значит, творческая атмосфера. И прекрасное, замечательное там высказывание, без комментариев, о том, что прошла дискуссия по вопросам языкознания, в которой принял участие Сталин. Все. Ну, это фраза... Дальше ничего не объясняется детям, что это такое вообще языкознание, что там было. Эта фраза предполагает, во-первых, что это действительно была дискуссия. Когда вышла работа Сталина, марксизма и языкознания, никакой дискуссии не было, как бы это ни называлось. А это был погром одной части филологической науки, но во многом там связанной с интригами другой части, неважно. Это был погром. Это опять были... Ну, главной жертвой был академик Марк, который, на его счастье, уже умер к этому времени. Но огромное количество людей тоже лишалось работы, должно было каяться. Я вот сейчас готовила лекцию о блокаде и читала книгу Ирины Паперна о дневниках Ольги Михайловны Фрейденберг. Ольга Фрейденберг была двоюродная сестра Пастернака, она была выдающейся античник, замечательный филолог, она работала в Ленинграде в университете. И она описывала в своём дневнике, какая была остановка на кафедре. Ну, она описала о своей кафедре, это было, в общем, везде. Все эти унизительные разборки, эти собрания, эти вынужденные покаяния, постоянный страх перед увольнением. Вот это в учебнике у нас называют дискуссиями. Ну и кроме того, если говорится, что прошла научная дискуссия, в которой принял участие Сталин, то это, очевидно, предполагает, что Сталин действительно что-то понимал в вопросах языка, знания, что вот эта его совершенно бессмысленная брошюра имеет какой-то научный смысл. Мне могут сказать, это там не написано. Нет, там просто написано, что прошла дискуссия, в которой принял участие Сталин. Но если это не объяснено, то значит, это была дискуссия и это была научная дискуссия. Мне кажется, это ужасно безнравственно. Ну, а всё, что дальше? Жизнь продолжала улучшаться. Вот это, дальше, понимаете, можно идти очень подробно по всем параграфам учебника. Значит, в послевоенные годы очень тяжело, разруха, жертвы, всё такое прочее, но люди смотрят с оптимизмом, экономика восстанавливается, карточки отменили раньше, чем у англичан, жить стало всё лучше, лучше, лучше. Вот теперь. Ну, а Хрущёв это там так-сяк, ну, в общем, тоже как бы ничего, жить стало лучше. Брежневская эпоха. Ну, тут есть где разгулять. Действительно, конечно, Брежневская эпоха была самой спокойной из всех советских эпох, как там и написано в учебнике. Жить действительно стало лучше. Но, во-первых, какой уровень этой жизни? Вот. Ну, это тоже здесь, конечно, просто как некий символ, какая-то жалкая очередь в каком-то киоску в Переславле. А электричка появилась не случайно, конечно. Это была такая загадка. Длинная зелёная пахнет колбасой, а электричка из Москвы в Рязань. Все приехали в Москву, накупили колбасы и везут обратно, потому что в Рязани её нет. Или другой анекдот, что в Москве, в принципе, всё есть. Вот где здесь магазин «Принцип»? А в других местах даже в принципе нет. И вот эти... Там, конечно, какие были замечательные фильмы в 60-е, 70-е годы. Я очень люблю советское кино этого времени. Какие достижения спорта, какая музыка. Вот там, конечно, очень смешно, потому что на одной странице с возмущением написано, что были предатели, которые покинули родину, и среди них называется Рудольф Нуреев. А на следующей странице написано, что советское искусство прославили Нуреев, многие-многие-многие, в том числе Нуреев и Барышников. Ну, что-то редактор сплоховал. Но можно, естественно, балет, естественно, классическая музыка. Очень-очень-очень много чего было замечательного. Вспоминаю Галича. А я говорю, мы сделали ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей. Но ведь параллельно с этим был для начала. Значит, вот пустые магазины, бесконечное стояние в очередях, убогий быт. Вот те, кто сегодня оплакивают Советский Союз, особенно молодое поколение, они, конечно, не представляют себе убогость этой жизни, даже в Москве. Ну, а есть и другие вещи. Закрытое общество, невозможность выехать за границу, невозможность принимать собственные решения, отсутствие политической свободы, невозможность читать те книги, которые ты хочешь, невозможность говорить то, что ты хочешь. Какое количество выдающихся деятелей культуры, многие из которых упомянуты там в учебнике, не могли протащить свои произведения, как они боролись с цензурой, как цензура корежила фильмы Тарковского или Германа, или спектакли Любимова, а я уж не говорю про литературу. Это всё, вот, говорится, было только хорошо и ничего другого. И становилось всё лучше, лучше и лучше. Ну, давайте ещё одну голосование. Не ж ли ни одного человека кто тоскует среди слушающих меня? А говорят, что их так много. Может быть, по VPN не могут соединиться. Ага, вот, появились. Понятно. Я могу сказать, что я с нежностью, наверное, вполне понятной, вспоминаю свою жизнь в молодости, как и все мы. моя жизнь пришлась на Брежневскую эпоху. И много у меня хороших, весёлых воспоминаний о том, как мы жили в школе, в университете. Но я ни секунды не тоскую по Советскому Союзу. Я постепенно, не сразу, потому что у меня не было иллюзий гиперсоветскую власть. Но постепенно я понимала уже потом, сколько советская власть у меня отняла, сколько возможностей для путешествий, для чтения, для размышления, для высказывания. Сколько, какой кусок свободной жизни у меня отняли, когда я была как раз молодой. И поэтому вот я совсем не тоскую. авторы учебника грустят. И дальше тоже интересно получается. Товарищ Сталин выдающийся руководитель. Хрущев так как-то проскочили. Про Брежнев написано про Брежнева. Брежнев был общительным и доброжелательным человеком. Стремился пойти на встречу, когда кто-то просил его о помощи и поддержке. Он не был ни выдающимся теоретиком, ни блестящим администратором. По его собственным словам, главным своим качеством он считал знания психологии людей и умение подбирать кадры. Но именно такие качества и оказались наиболее востребованными для лидера СССР на конкретном историческом этапе. Главными задачами Брежнев считал сохранение мира и обеспечение роста благосостояния советского народа. Какой милый человек, правда? Тут, в общем, вполне резонно говорится о том, что неправильно судить о Брежневе по последним годам, когда он уже был тяжело болен и превратился в такой объект насмешек в обществе. Я согласна с этим, но он был болен, действительно, он был тяжело больной старый человек, который вообще не понимал, что происходит. Но речь же не об этом, речь о том, что система была такой, что уже практически ничего не понимавший человек продолжал оставаться во главе этой системы, получать очередные звезды, коллекционировать автомобили и считаться главой государства. Это что за политическая система такая? Что касается его доброжелательности, да, это очень многие пишут, что он, ну, ясно, что по сравнению со Сталином он просто душка. Но вообще-то во время правления этого доброжелательного товарища советские войска вошли в Чехословакию и задавили пражскую весну, а закончилось оно вторжением в Афганистан. Ну, хорошо, там он, значит, уже старенький был. В это время выслали Солженицына, Сахарова отправили в Горький, в ссылку. Огромное количество людей сидело за то, что просто высказали свое недовольство строя. А еще были правозащитники, которых клали в психиатрические больницы, кололи им галопередол и вообще деформировали их психику. Это все было при этом очень добром и симпатичном человеке. Там говорится о правозащитниках, но мы еще сейчас поговорим, каким образом это сделано. И дальше схема выстраивается очень четко при Сталине тяжело, но все правильно, дальше все лучше, 70-е, 80-е, ну, конечно, слово застой мелькает, но просто жизнь-то какая, хоккей у нас какой, кино у нас какое, все отлично. А дальше приходит Горбачев, который все разрушает, ну, и Ельцин потом это продолжает. А почему они такие нехорошие-то люди? Что они такого сделали? Сейчас тоже поговорим. Но дальше, естественно, эта линия протягивается. Значит, вот был ужас перестройки, был ужас 90-х, потом, конечно же, снова все восстановилось, все очень хорошо. А тут тоже все очень интересно. Начало 21-го века, еще даже вот мы не дошли до этого 37-го параграфа, начала 21-го века. Подробно все рассказывается. И вот политические события. 2011 год прошли выборы в Государственную Думу, большинство голосов получила Единая Россия. В 2016 году прошли выборы в Государственную Думу, большинство голосов получила Единая Россия. А в 2018 прошли президентские выборы. Ой, что-то тут выпало. Вот так подробненько все рассказывали про все выборы, про успехи. А вот протестов 11-12 года нет, естественно. Инаугурации Путина, где он едет по пустым улицам, нет, естественно. Событий на Болотной площади нет, естественно. И Болотного дела, ну, я уж не говорю, имени Навального нет, естественно. Отравления Навального нет. вот это, но это такие все мелочи на фоне этого блистательного движения, все лучше, 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 лучше. Вот проведена линия в течение всего этого отрезка времени, который покрывает учебник, с 45-го года до начала 21-го века становилось все лучше и лучше. А если какие-то мелочи были, мы на них не обращаем внимания. Но параллельно с этим еще идут линии. Это разговор о тех, кто все время мешал, кто пытался вот это поступательное развитие тормозить, пытался гадить. Во-первых, это националисты, естественно. Сразу же, послевоенные годы, уже говорится о бандеровцах, говорится о лесных братьях прибалтийских. И они совершенно понятно, что это какие-то отщепенцы. Там такая есть интересная фраза. После войны бандеровцы и лесные братья убивали десятки тысяч людей. То, что партизаны и в Украине, и в Литве, убивали людей, это, конечно, правда. Можно вспомнить потрясающий фильм с Бонионисом. Никто не хотел умирать. Можно вспомнить много всего другого. У меня очень вызывает большое сомнение цифра десятки тысяч людей. Она какая-то совершенно, на мой взгляд, ничем неоправданная. Главное, тогда надо сказать рядом, что еще десятки тысяч людей сидели в гирях. И их там избивали, убивали, терзали. Вот блистательные движения вверх, а тут какие-то эти националисты ходят. И очень интересно, что рядом с сообщением вот об этих зверствах националистов целая страница описания того, как хорошо жилось разным республикам еще в сталинское время. Какой бюджет был, как федеральная власть, союзные власти поддерживали республики все, как все замечательно развивалось. Просто вот восторг абсолютный. Там есть такая фраза, что проявления национализма карались, понятно, если они людей убивают. Опять же, кого записывали в националисты, мы даже про это речи нет. А местные традиции и культуры всячески поддерживались. Вот здесь очень интересное слово всячески. Что это значит? Что всеми возможными силами поддерживались. Но это неправда. Это просто явная неправда. Но начнем, наверное, с того, что еще послевоенные годы это время, когда начинается политика того, что называется великодержавным шовинизмом. Вот эта цитата «Русский народ, руководящий народ» это фраза из знаменитого тоста, который, кстати, упоминается в учебнике, из тоста, который Сталин произнес на банкете в честь победы над Германией. И в учебе там очень интересно написано. Значит, Сталин произнес тост, поднял тост за русский народ, который, по его словам, сыграл главную роль в победе на войне. Точка. Следующая фраза. Также отмечался вклад других народов в победу. Он, может, где-то и отмечался, только не в речи Сталина, где про это речи нет, там только про русский народ. И вот то, что русский народ старший брат других народов, об этом начали говорить после речи Сталина. И сюда очень хорошо укладывается вся национальная политика. Депортации народов, которые произошли еще до ТОСТа. Они начинались еще до войны, а потом 1944 год, пик 1943-1944. Это депортации крымских татар, чеченцев, ингушей, калмыков и многих еще. А в учебнике говорится об этом. Говорится, что их вывозили в тяжелых условиях, но местные власти в тех местах, куда их привозили, делали все возможное, чтобы обеспечить их нормальную жизнь. Но на сегодняшний день опубликовано огромное количество воспоминаний. Несколько лет назад был печальный юбилей депортации крымских татар, и на портале «Такие дела» была подборка просто воспоминаний людей, которых вывозили тогда. Как их вывозили, сколько им часов давали на то, чтобы собраться. Там у разных народов было по-разному. Кому-то 24 часа, кому-то 3 часа, кому-то час. Что им давали взять с собой, что не давали. Как ехали в этих эшелонах, где умирали старики, дети, женщины. Как потом они должны были жить во враждебном окружении, где их все считали фашистами. А кого-то высаживали прям зимой на голую землю, говорили устраивайтесь. Оказывается, ну да, везли в тяжелых обстоятельствах, а кому не было тяжело. все время, каждую неделю. Это было еще во время войны, после войны, когда процветает компания по борьбе с космополитизмом, с низкопоклонством перед Западом. С одной стороны, это часть холодной войны, возможность отгородиться от Запада, а с другой стороны, это вот такое совершенно бьющее в нос превознесение России, не Советского Союза, именно России, где, оказывается, все научные открытия были сделаны русскими учеными раньше западных, вся литература лучше, живопись лучше и так далее, и так далее, и так далее. И отсюда уже линия идет к делу врачей, к антисемитской компании последних месяцев сталинской жизни. Но вот очень часто Сталин был антисемитом, не любил евреев. Наверное, но Сталин никого не любил. чеченцев, украинцев, да кого, кого он любил. Но ему надо было выстроить вот этот образ себя, русского самодержца. Есть замечательная история, что он, там же много было фильмов, превозносивших Сталина, и разные актеры играли Сталина, и там разные грузинские актеры хотели брать. А он сказал, что ему больше всего нравится актер дикий, потому что в этом фильме лучше всего видно, что товарищ Сталин настоящий русский руководитель. Это звучит как анекдот, но это правда. То есть он формировал свой образ как человека, принадлежащего вот к тому народу, который он называл руководящим. И дальше в учебнике опять же вот на всех этапах описывается, как хорошо жили в союзе все народы. И соответственно, если кто-то выступал против, мы можем сказать, да, после сталинского времени уже не было депортаций, хотя, например, большая часть народов смогла вернуться. Например, крымские татары смогли это сделать намного позже. Но при этом понятно, что в каждой республике назначали какого-нибудь одного деятеля культуры главным, его превозносили, его о нем говорили, о нем писали. С остальными все было совсем не так просто. И стать, чтобы тебя заклеймили буржуазным националистом и перестали печатать, перестали давать сниматься. Это было очень просто. везде были национальные школы, но мы знаем, что практически во всех республиках люди хотели отдавать своих детей в русские школы, понимая, что это возможность карьеры, возможность получить хорошее высшее образование, возможность делать какую-то государственную карьеру, административную. это залог очень многих сегодняшних проблем, в частности в Украине. Это было не только в Украине, это было повсюду. Потому что как бы формально национальные культуры были везде и развивались, и поддерживались, и всюду был какой-нибудь ансамбль, который народные танцы танцевал, и еще что-то. Но только если ты идешь в строю, только если ты ни на шаг, ни отступаешь от линии партии. А если отступаешь, тоже интересненько. Вот, значит, после одного из параграфов, а, да, еще такая замечательная вещь, что совершенно серьезно авторы учебника страницу даже больше уделяют тому, что возникла новая общность советский народ. Это был такой пропагандистский лозунг брежневских времен, мы советский народ, всюду рисовали такие 15 человечков в разных костюмчиках, которые держатся за руки, представители разных республик, и все такое прочее. Сегодня, когда все республики идут своим путем, когда не речи нет, а о каком-то единстве всех, кто жил на территории Советского Союза, писать вообще не без каких-либо комментариев, что да, вот была такая общность, но это делается только для одного, опять же, чтобы превозносить Советский Союз. Только проблема заключается в том, что не было этой общности, что и тогда были национальные конфликты, мы о них меньше знали, они подавлялись. у меня есть много друзей, скажем, которые, от хороших людей я это часто слышу, да что там, действительно, мы же в школе даже не знали, кто какой национальности. Очень характерно, что это обычно говорят русские люди, а другие хорошо знали, потому что им регулярно показывали их место. Вот про это в учебнике ничего нет. Зато работа с источником, прочитайте отрывок из записки в ЦК КПСС председателя КГБ Юрия Андропова и генерального прокурора Руденко. Органы Комитета госбезопасности ведут большую профилактическую работу по пресечению попыток ведения организованной подрывной деятельности националистических, ревизионистских и других антисоветских элементов, а также локализации возникающих в ряде мест группирований политически вредного характера. Это 72-й год. Подобные группы, а они там больше трех тысяч за пять лет выявили, были вскрыты в Москве, Светловске, Туле, Владимире, Омске, Казани, Тюмени, на Украине, в Латвии, Литве, Эстонии, Белоруссии, Молдавии, Казахстане и других местах. А вопросы к этому заданию такие. Объясните причины появления диссидентского движения, объясните географию распространения этого движения, почему считалось, что участники диссидентских групп могут встать на путь совершения особо опасных преступлений. То есть, в общем, опять авторы учебника явно солидаризируются с этим текстом. Здесь нет вопроса о том, насколько соответствует действительности существование трех тысяч каких-то странных групп. Ничего этого нет. Совершенно точно формируются у детей представления о том, какой был хороший Советский Союз, как там все процветало, какая была дружба народов, а потом, естественно, какие-то нехорошие люди всему этому мешали. И подводим итоги. К началу 80-х многонациональная советская страна достигла зенита своего развития. Вовсе не застое даже. Это был результат усилий всех его народов при решающей роли РСФСР. В союзных республиках активно развивалась национальная культура. При этом в ряде республик наблюдался постепенный рост национализма. Постепенно назревали скрытые противоречия между усиливающимися национальными элитами и союзным центром. Какие-то были нехорошие элиты, нехорошие противоречия, которые исповедовали национализм и не хотели жить в союзе. А еще естественно были другие враги, и они очень тесно это тоже проходит по всем параграфам, и это очень тесно связано с этими нехорошими националистами, которые в разных местах что-то портят. Это естественно коллективный запад. Англичанка гадит, говорили в 19 веке, имея в виду Англию, королеву Викторию и так далее и тому подобное. И вот в этом учебнике англичанка гадит беспрерывно. И это важнейшая тут вещь. Значит, в 40-е годы холодная война, Соединенные Штаты развязали холодную войну. Вот Соединенные Штаты, Советский Союз ни при чем. При этом там был маккартизм и раздувался антисоветский психоз, в это же время в Кремле велась борьба с западным влиянием на отечественную культуру. Вот понимаете разницу? Деятельность комиссии сенатора Маккарти, которая расследовала антигосударственную деятельность и преследовала людей левых взглядов, это темное, безусловно, пятно в истории Соединенных Штатов, которое сегодня очень сильно общественным мнением и историками критикуются. Но если в одной стране антисоветский психоз, а в другой борьба с западным влиянием на отечественную культуру, ну понятно, что там, где психоз хуже, но есть только одно но. Люди, которых преследовал сенатор Маккарти, могли лишиться работы, и таких было много, они могли попасть в черный список и не найти больше работы, они могли, если это какой-то известный человек, он мог быть подвергнут публичному поруганию, но его не арестовывали, его не отправляли в ГУЛАГ, его не расстреливали, а вот те, кого обвиняли в том, что они приветствуют, скажем, влияние западной культуры на советскую, вот они в большинстве случаев потом шли по этой страшной дорожке. А здесь все, как бы сказано, чуть-чуть сместили акцент, и уже понятно, что это США такие ужасные, это они все устроили. Нет ни слова о том, что, скажем, Сталину нужна была холодная война для того, чтобы свернуть все эти надежды, которые были у крестьян, у интеллигенции, у военных. Сталин просто защищался от коллективного запада. Ну, а если защищаемся тут, вот все средства хороши, конечно, чтобы как-то удержаться. И вот этот вечный вред, который идет от запада, он тут проходит постоянно. Смерть Сталина. Со смертью Сталина закончилась целая эпоха в жизни страны. Да. Уход из жизни многолетнего лидера вызвало у большинства советских людей растерянность, страх и искреннее горе. Согласна. Неоднозначная была реакция в мире. Наряду с сожалением и обычными в таких случаях выражениями скорби простых людей, симпатизировавших Советскому Союзу и его лидеру, многие газеты и журналы про американской ориентации именовали умершего вождя тираном и диктатором. То есть только если ты про американской ориентации, то ты говоришь, что Сталин диктатор. А так в остальном нет. А в остальном все скорбят. О том, что после смерти Сталина вообще-то тут как-то совсем не говорится. Все только скорбят, все только рыдают. Дальше наступает оттепель, 20-й съезд. Критика Сталина вызвала неоднозначную реакцию как в СССР, так и за рубежом. Большинство населения испытало шок. Недруги СССР за границей использовали развенчание образа Сталина для разрушения позитивного образа нашей страны. То есть ну как бы вроде вот эта же партия сделала осуждение Сталина. Ой, ну сыграли на руку, на мельницу лилии вот этих самых антисоветских элементов, которые, конечно, этим воспользовались сразу. Дальше. Венгрия то, что принято называть венгерскими событиями, на самом деле это революция в Венгрии 1956 года, которая была кроваво подавлена советскими танками. Начались демонстрации в Венгрии. Протестующие критиковали руководство Венгрии его просоветскую ориентацию, требуя выхода Венгрии из организации Варшавского договора. С полным основанием, полагая, что катализатором венгерского кризиса стали действия западных спецслужб и поддерживаемой ими внутренней оппозиции, СССР ввел в Венгрию войска и помог венгерским войскам подавить выступление. Значит, таким образом, во-первых, оказывается, что можно входить в другую страну, если это играет на руку каким-то западным силам. Во-вторых, оказывается, венгерским властям Советский Союз помог, а не установил собственную власть, потому что Запад хотел мешать в лес, а значит, Советский Союз имеет право и правоприемник Советского Союза имеет право влезать в те страны, которые слишком близки к Западу. Совсем другой текст про правозащитников, про диссидентское движение. Здесь рассказывается Синявский, Даниэль, Московская Хельсинская группа, даже что они были осуждены. Все, 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 да. В то время у диссидентов не было возможности широкой агитации. Их статьи распространялись в самоиздате, машинописных журналах, тиражом в несколько сот экземпляров. Это важная деталь. То есть это мало кому интересно было. Иногда их пересылали для публикации за границу. Западные СМИ их охотно распространяли и проводили скоординированные пропагандистские кампании, призванные скомпрометировать в кавычках попирающие права человека СССР. Мне нравится вообще права человека, они здесь в Казахстане. Дальше Хельсинский договор подписали. Выяснилось, что США и страны Запада вовсе не собираются уважать суверенные права других государств. То есть всё время Запад, ну и прежде всего США, угрожает Советскому Союзу, а Советский Союз всеми силами защищается. В Афганистан, естественно, вошли, Запад использовал присутствие советских войск в Афганистане для пропагандистских нападок на СССР. А почему вошли? Стремясь не допустить роста влияния СССР, США начали поддерживать оппозиционные силы. Там вообще-то, да, США поддерживали Талибан, безусловно, но когда советские войска вошли в Афганистан, до Талибана ещё было далеко, там между собой разные левые дрались. Ну, это такие мелочи, кто считает. Совершенно потрясающе про пражскую весну. В апреле 68-го года началась так называемая пражская весна. Новое чехословацкое руководство планировало проведение глубокой экономической реформы и последовательной либерализации общества. Общественная дискуссия вылилась во внутренний кризис, разжиганию которого активно способствовал Запад. В этих условиях в страну вошли войска государств Варшавского договора. То есть, вот раз Запад чему-то способствует, значит, можно вводить войска. Вот это вот вам про Венгрию, вот вам про Афганистан, вот вам про Чехословакию. Всегда мы это делали и дальше будем делать. Это норма. И то, что это так между делом говорится, еще больше это внушает детям представление о том, что это что-то нормальное, мы же так всегда поступали. Что тут такого? И дальше потрясающе совершенно источник после текста про пражскую весну. Прочитайте отрывок из обращения членов руководства Компартии Чехословакии к Брежневу. Уважаемый Леонид Ильич, наш по существу здоровый послевинварский демократический процесс вырывается из рук Центрального комитета партии. Печать радиотелевидения развивают волну национализма и шовинизма, вызывают антикоммунистический и антисоветский психоз. Ну там и так далее, и так далее. Значит, они просят помощи у Брежнева. Вопросы. В каком году составлено данное обращение? Какие негативные явления описаны в обращении? Объясните причины обращения? Какое решение приняло советское руководство в ответ на данное обращение? То есть это нормально. Нормально то, что Советский Союз использовал консервативно учащих в Словацкой компартии, чтобы те попросили о помощи и использовал это как повод. Все хорошо, все в порядке. Вопросы показывают, они детей направляют совершенно в другую сторону. Это была нормальная жизнь, давайте мы сейчас с ней будем разбираться конкретно. Ну и потом начинает ступать перестройка, где все ужасно. Тут уже разные люди в соцсетях цитировали этот, конечно, потрясающий отрывок про Горбачева. Горбачев плохо ориентировался в проблемах промышленности армии ВПК, слабо разбирался в вопросах внешней политики. Он никогда не работал на производстве, не руководил стройкой, не был директором крупного завода, не было у него и опыта министерской работы. Ну то есть Горбачев, который вообще-то был, не могу сказать, что Горбачев мой любимый политик, но он вообще-то был пообразованнее, чем как раз все эти директора красные, которые, у них там какой-то заочный сельскохозяйственный институт или техникум металлообрабатывающий, и они поднялись до членов ЦК. Ну Горбачев вот же все развалил, значит, конечно, он такой-сякой. Там, где разговор про гласность и про всю свободу, которую мы получили в Олимперестройке, главное внимание уделено Нине Андреевой, конечно, которая возмущается этой гласностью. Ну и естественно, конечно же, это все не просто так произошло. Разумеется, значит, ну тут говорится про как злоупотребляли гласностью, о чем писали. Разумеется, подобные суждения всячески поощрялись из-за рубежа. Запад увидел в происходящих в Советском Союзе событиях исторический шанс устранить международные сцены своего главного геополитического конкурента СССР. Знаете, я бы сказала такую вещь, что, во-первых, Советский Союз в этот момент настолько был слаб, что никаким главным геополитическим конкурентом его назвать уже было нельзя. И я совершенно убеждена, что одной из причин как раз перестройки было то, что Горбачев понял, что он не способен конкурировать с программой «Звездных войн» американской и так далее. И другая вещь, вот эта вот тоже такая пропагандистская идея очень популярная была всегда и по-прежнему сейчас. И здесь это тоже есть, что хотели развалить Советский Союз, Соединенные Штаты, даже есть карта Югославии, пока что сначала они Югославию развалили подлецы, а потом еще за Советский Союз взялись. Вообще-то совершенно понятно, что и Советскому Союзу, и Соединенным Штатам, и Европейскому Союзу выгоднее, чтобы была одна Югославия, один Советский Союз, чтобы там не было сражающихся между собой государств, чтобы они были спокойные, богатые, чтобы с ними можно было торговать. Нет, они все задумывают, как бы устроить у себя под боком беспорядки, которые на самом деле никому не нужны, кроме некоторых. Дальше, значит, популярность Горбачева раздувают западные СМИ, это понятно. Совершенно тоже фантастическая вещь про события 1991 года, там слово путь практически не называется, а говорится решительные действия. Значит, подписание нового союзного договора подтолкнуло консервативные силы в руководстве Стрелли к решительным действиям. Слово путь явно несет отрицательную оценку, поэтому на следующей странице написано странный путь, в котором якобы путчистыми выступали все законные руководители государства. То есть это не был путь, это была попытка спасти Советский Союз, конечно, поэтому они ее и превозносят. и вот это тоже идет националисты гадят прекрасному Советскому Союзу, это идет от Сталина и до перестройки. США и западный мир их поддерживают и всячески пакостят, это тоже идет все время, все время. И на фоне этого еще одна линия постоянно, тоже с 40-х годов и дальше, дальше, это разговор об атомной мощи Советского Союза, о том, как она важна, потому что это оборона, потому что мы никому не угрожаем, конечно же. Значит, подробно рассказывается про атомный проект, какой он был прекрасный, тоже, естественно, для обороны страны все это было сделано. И вот даже какого-то сомнения не возникает, хотя бы сказать, о возможных последствиях. Нет, все прекрасно. Угроза ядерного возмездия, хорошая фраза, ядерного возмездия, стала серьезным фактором в переговорах с Западом. СССР активно участвовал в регулировании советского кризиса 1956 года. Остановить агрессию удалось в том числе и благодаря наличию у СССР ядерного аргумента. То есть выясняется, что ядерное оружие это хорошо. Карибский кризис оказывается, когда весь мир оказался на грани ядерной войны и вообще-то гибели, войны избежали благодаря Хрущеву, который сделал мирное предложение. У меня есть целая лекция про Карибский кризис, не буду сейчас подробно говорить, но на самом-то деле, конечно, Хрущев уступил, потому что американская администрация нашла баланс между твердой позицией и готовностью к переговорам. А тут естественно, слава богу, что Хрущев уступил, и спасибо ему тоже за это, но естественно, что только советская сторона миролюбивая. Это там все время. Там еще замечательно, когда про 2008 год, про войну с Грузией, говорится, что Грузию спасло только исключительное миролюбие России. Вот это вот так же, как и с Карибским кризисом. Исключительное миролюбие. О, как звучит. И дальше, естественно, отсюда понятно, насколько важно Советскому Союзу владеть ядерным оружием. А в 1992 году Россия, США, Белоруссия, Казахстан и Украина подписали Лиссабонский протокол, по которому бывшие республики отказывались от ядерного арсенала. Киевское руководство пыталось задержать вывод ракет со своей территории. Украина рассчитывала, что тем самым сможет шантажировать и Москву, и Вашингтон. Но наличие ядерного арсенала у Украины пугало тогдашнее американское руководство. В итоге ядерное оружие было вывезено с украинской территории. Здесь точно так же, как в параграфе про политическое развитие пропущен маленький кусочек с 2011 по 2016 и 2015 год, когда ничего не происходило. А здесь Лиссабонское соглашение названо, но, конечно, не названо Будапештское, по которому Россия обязалась гарантировать нерушимость границ Украины. Ну, какая мелочь, что про это говорить, глупости какие. Вот это очень характерная вещь. И дальше вот из этих линий, они совершенно логично подводят к этому жуткому 37-му параграфу. вот понимаете, я, наверное, можно было там какие-то картинки тоже взять из этого учебника. Я совершенно осознанно этого не сделала. Потому что это ужас, это черная дыра это 37-й параграф. Ну, наверное, понятно, что предыдущие 36-е тоже не вызывают у меня восторга. Но они написаны, ну, это учебник плохой, скучный, хитрый, подлый, это учебник. А дальше параграф это пропаганда в абсолютно чистом виде. И ощущение, что все самое ужасное, что говорится последние годы, все сконцентрировано в этом учебнике. Очень такое четкое ощущение, что это какой-то другой человек писал. Потому что первые 36 параграфов там такая игра в нейтральность. Якобы мы просто излагаем события. Вот был Сталин, вот было это, вот было то. Ну, так хитро излагаем, но неважно. А здесь он написан куда более эмоционально. Он написан с использованием каких-то невероятных совершенно вещей. Но уже до этого там такие попадались перлы, разбросанные по всему учебнику, когда, скажем, в кавычки берутся слова свобода творчества, права человека, свобода слова, там некие общечеловеческие цели преследовал Горбачев. То есть это вообще непонятно, что такое. А вот теперь дошли до Украины, и вот тут они размазали все некие общечеловеческие цели. естественно, сначала сообщается, что Хрущев передал Крым абсолютно с нарушением всех законов, каких не говорится. Дальше. На Украине произошел государственный переворот. Естественно, угроза НАТО. Затем тут же про расчленение Югославии влезли. Запад спонсирует русофобию. Опять исключительная миролюбивость России. Вот это, конечно, замечательная страница по разным соображениям. Главка называется «Фальсификация истории». США и Евросоюз потратили огромную сумму на подготовку специальных образовательных программ по истории, так называемых в кавычках учебников. Ни сил, ни средств не жалели, дабы перезагрузить нам мозги – это их профессиональный термин – убедить нас в извечной агрессивности и колонизаторской сущности России. Я могу сказать, что я участвовала в разных проектах международных по развитию материалов педагогических, учебников по истории. И вот много было там очень интересного, но что меня всегда поражало, это исключительная тактичность, с которой все западные эксперты подходили к мнению российских учителей, российских методистов, как всегда к нам прислушались, как они ни в коем случае ничего не навязываем. у нас происходит так, а дальше решайте сами. И никогда не было такого, чтобы нам что-то навязали, всегда все решали мы. Наверное, скажут, что мы тоже были на содержании, понятно, у западного мира. Здесь еще очень трогательная вещь, это уже говорит об уровне создателей учебника. Вот тут вообще-то речь уже идет об Украине, а видно, что внизу странички почему-то они вбухали Черчилля. И написано следующее. Уинстон Черчилль был бескомпромиссным политиком и ярым антикоммунистом. Летом 1945-го он даже подписал план немыслимый, план нападения на СССР недавних союзников. Этот немыслимый по цинизму резервный план, к счастью, так и остался на бумаге. Дальше. Но сегодня даже сэр Черчилль, кстати, неоднократно подчеркивавший решающий вклад СССР в победу 1945-го года, ознакомившись с новой западной версией истории, подумал бы, что мир окончательно сошел с ума. Здесь самое замечательное это сэр Черчилль. То есть авторы учебника даже не знают, что надо говорить сэру Инстон. Прошу прощения, но это мне напоминает сцену из сериала Клан Сопрано. где Крис пытается влезть в Голливуд, и он общается с актером Беном Кингсли, который недолго до этого был возведен в рыцарский сан, и он все время упорно его называет сэр Кингсли, а тот и говорит, сэр Бен вообще-то, а тот не понимает. Вот уровень соображения авторов учебника примерно такой же, как у мафиози из Нью-Джерси. Это мелочь, но зачем они это вставили? Ну, просто, чтобы еще легнуть Запад, который фальсифицирует историю вентиля Запада. А знаете, он в чем фальсифицирует? Например, в принятой в 2019 году резолюции Европарламента было сказано о виновности СССР в развязывании Второй мировой войны. война якобы стала непосредственным следствием печально известного нацистско-советского договора о ненападении от 23 августа 1939 года, в соответствии с которым два тоталитарных режима, задавшиеся целью завоевать мир, делили Европу на две зоны влияния. Так извращается история. Вообще-то, секретные протоколы к пакту Рубинтропа-Молотова делили Европу на две зоны влияния. Пора бы уже это запомнить. И дальше там вот это вежливые люди, как ласково прозвали жители Крыма, людей, которые пришли им на помощь, биолаборатории, которые, значит, на территории Украины, конечно же, ужасающая роль США. То есть вот все вратительные вещи, фальшивые, они все здесь собраны. Все эти так называемые санкции, это важно понимать, абсолютно незаконны. Почему, собственно, незаконны? Мы можем быть неэффективны, неэффективны. Каждое государство вправе вводить санкции на торговлю с другим государством. Ну, просто незаконны и все. Нечего тут. А дальше, чем еще удивительно эта глава, что там все время такой выход на детей, которого совершенно нет в предыдущей, как снулый текст, бу-бу-бу-бу-бу, было это, было то. А тут все время вот тебе в душу пытаются влезть. Такие уникальные времена, это как сейчас, когда бизнес западный ушел, такие уникальные времена случаются в истории нечасто. После ухода иностранных компаний многие рынки перед вами открыты. Открыты фантастические возможности для карьеры в бизнесе и собственных стартапов. Не упустите этот шанс. Сегодня Россия воистину страна возможностей. главный бенефициар украинского конфликта это США. Они готовы воевать до последнего украинца, никого не жалеют и так далее. Дальше опять снова обращение. Будьте бдительны, думайте, почему, зачем и за что отрабатывают новости те или иные оппозиционеры, лидеры мнений, популярные блогеры и т.п. В чьих интересах думайте и тогда вы не станете жертвами дешевых манипуляций. Не могу не присоединиться. Думайте, думайте, в чьих интересах пропагандисты отрабатывают все, и тогда вы не станете жертвами пропагандистских манипуляций. И вот эта глава здоровенная, параграф, где описываются герои, которые воевали в ДНР и в ЛНР, где предлагается «А узнай, как твой район помогал ДНР и ЛНР». то есть будь лично заинтересован в том, что происходит, поддерживай это лично. Вот этот параграф, хотя тут есть какие-то задания, вопросы, это, конечно, совсем не учебник. Это пропаганда, зомбирование, промывание мозгов. Но предыдущие 36 параграфов они просто подводят базу идеологическую под это зомбирование. И, конечно, возникает вопрос, как с этим жить? Вот этот учебник уже сейчас очевидно едет, он попадет во все школы, он попадет в десятки тысяч рук старшеклассников в их дома, классы, в семье это можно будет читать. Это будет везде. С этим должны будут работать учителя. И это, конечно, очень страшно. И опять я могу вернуться к тому, с чего я начала. Ну да, учебник, в конце концов, это не такая книга, с которой дети днюют и ночуют. Ну, они там лениво, да, лениво, кто-то лениво, а кто-то нелениво. И это создает общий фон, на котором будет развиваться жизнь старшеклассников. И мне как раз кажется самым страшным то, что здесь формируется ощущение нормальности того, о чем идет речь. Нормальность сталинской эпохи, нормально то, что Запад нам всегда гадит, нормально то, что мы должны развивать свои атомные силы. И нормально, что Советский Союз, и, соответственно, Россия может входить в другие страны ради своих каких-то интересов. Это какой-то невероятно безнравственный учебник, помимо всего прочего. И я понимаю, в каком страшном положении сейчас находятся сотни учителей, которые должны с этим учебником работать. я прекрасно понимаю, что среди учителей, что бы сейчас ни говорилось, далеко не все поддерживают вторжение в Украину, далеко не все поддерживают этот ужасающий загнивающий режим. И сейчас они в очередной раз оказываются перед выбором. Ну, понимаете, я не тот человек, который будет говорить вперед, идите, сожгите этот учебник перед ходом в школу или еще что-то такое. Я очень понимаю, что каждый решает сам, что отказаться работать с этим учебником это значит лишиться возможности работать. И это не просто потеря работы, что тоже тяжелая вещь, а это потеря возможности общаться со своими учениками, влиять на них и так далее. И ну понятно, что есть не очень приятные и достаточно циничные способы, но есть способы это обойти. Можно раздать учебник, не задавать по нему ничего. Можно предложить прочесть этот учебник. Ну я считаю, что лучший текст пособия учебная по истории 20 века советского это лекции Леонида Александровича Кацвы, которые выложены в интернете. Они, конечно, очень объемные, они так вот, любой ученик их просто сходу не прочтет, но, во-первых, это те лекции, которые могут прочитать учителя, использовать какие-то факты из них и какие-то подходы. Во-вторых, можно, например, предложить прочесть кусочек, предложить прочесть кусочек из этого учебника и кусочек из лекции Кацвы и сравнить, и обсудить, совершенно не навязывая своего мнения. Это тоже даже в чем-то риск, конечно, но не берите грех на душу. Вот этот учебник это страшный яд. Я очень сочувствую тем, кто будет с ним работать. Постарайтесь найти какие-то способы хотя бы уменьшить его отравляющие воздействия. Ну что ж, спасибо всем, кто меня слушал. Надеюсь, те, кому понравится, не забудут поставить лайк. Если вы захотите поддержать наш канал, мы будем очень благодарны. Вы можете пройти по ссылке внизу и сделать это. Теперь вы можете задавать вопросы. Очевидно, те, кто в России могут это делать через VPN, все на том же сайте Минтиком. Сейчас я попробую. Так, что-то я должна была включить. нет. Тест votes, blank screen. А, нет. Enable comments, что я должна сделать Минь, что я должна сделать, скажи мне, пожалуйста, чтобы пошли вопросы. А, вижу, все, вижу. Какой вам запомнилась Валерия Новодворская? Ну, знаете, я бы сказала так, я не была с ней лично знакома, к сожалению, хотя вот все воспоминания о ней замечательные, есть замечательные воспоминания очень уважаемых мною людей. Она мне запомнилась как человек несгибаемый. Иногда эта несгибаемость казалась такой странной, даже смешной, может быть. Но теперь понимаешь, во-первых, какая-то трагическая судьба, и это вызывает огромное уважение ее позиция. Сколько она всего предсказала. Так, привет вам из Латвии, спасибо. Очень хотелось бы узнать вашу точку зрения, почему в российских школах абсолютно не говорят о том, как случилась оккупация балтийских стран в июне 40-го года. Почему не говорят? Я, например, говорила, и я не сомневаюсь, что есть те, кто об этом говорят. Понимаете, это, конечно, становится все менее модным, но пакт Риббентропа-Молотова упоминается в учебниках, и это уже возможность для многих учителей об этом говорить, что они, конечно, и делают. Так, что вы думаете про лекцию об истории Центральной Азии в период СССР? Мне нравится это. Я вообще хотела бы как можно больше сделать лекций по истории разных частей Советского Союза. Ну, посмотрим. Какие учебники можно рекомендовать для школьников разного возраста? Вы знаете, их много разных. Если мы говорим о XX веке, то это, конечно, лекции Кацвы. Тут безусловно. Вообще прекрасные учебники в 90-е годы издавал Мирос, где был прекрасный учебник по Древней Греции Трухиной, гениальный учебник Бойцова и Шукурова по Средним векам. Вот поищите учебники Мироса, они есть. Когда вы придете на передачу ГКЧП на популярную политику? Ну, когда-нибудь приду. Так, ой, как-то скачет, я боюсь потерять. Я уроки, что мне делать? Этот вопрос каждый решает сам. Можно говорить все, что думаешь, но надо понимать, какие последствия будут. Можно, наверное, просто молчать. в конце концов, прежде всего, тут слабость нашего преподавания в данном случае оказывается силой, потому что все-таки от нас прежде всего требуют знания фактов. В каком году Крым вошел в состав России? В 2014 году? Ну, конечно, если спросят, чей Крым, тут сложнее. Но просто факты и все. помолчать. А если говорить, ну, тоже надо понять. Не знаю, есть такая штука, как экстернат, я не знаю, где живет человек, который задал этот вопрос. В Москве, наверное, возможно уйти в экстернат. Так, планируете что-то про Карабах или Армению? Ну, очень может быть, про много чего хотелось бы. Что вы посоветуете ученикам? Ну, я уже сказала, это решение лично каждого, бороться или нет. Я вообще всегда была противником экстерната, домашнего обучения, но теперь, наверное, это выход. Там где-то возможно, к сожалению, это возможно не везде, и думаю, что это будет сокращать все больше и больше. путь 91-го года и мятеж путь Пригожина имеют ли общие признаки в истории России? Ой, куда-то ускакал этот вопрос, не успела его дочитать. Ну, это совсем разные вещи, мне кажется, абсолютно разная ситуация, разные причины и так далее. Так, приеду в Алматы, когда можно будет ждать вас в нашем городе? В сентябре, продажи билетов уже идут, в середине сентября я буду в Алматы. Так, «История новой России» Максима Катца, нет, не читала, простите. «Посоветуйте художественную литературу о 30-х годах». Я считаю, что самый, ну, можно сказать, архипелаг ГУЛАГ в какой-то мере, это художественная литература, но я считаю, что самая потрясающая книга о 30-х годах и вообще о нашей жизни. Это книга Юрия Домбровского «Факультет ненужных вещей». Это потрясающая книга, на мой взгляд. Так, как бы... Ой, как все скачет. Видели ли вы... Как бы вы... Да что ж такое? Видели ли вы последнее время переписанные учебники истории в странах, кроме России? Я не знаю, что значит переписанные учебники истории. Я видела разные учебники. В тех странах, которые ориентируются на западное преподавание истории, переписывание, то, что у нас называется, идет за счет того, что даются разные мнения. Там могут быть мнения, которые могут, скажем, жителям России быть совершенно неприятны, но они никогда не подаются как единственное важное. Вот что существенно. Как бы вы преподавали этот учебник, или вы бы отказались от его преподавания? Вы понимаете, я потому, наверное, во многом и нахожу за пределами России, что я не хочу в эти игры играть. Но если бы я была в школе, то я бы давала его как один из источников. Вот, пожалуйста, здесь написано, а вот в этих воспоминаниях написано такое, а вот в этом учебнике написано такое. Давайте сравнивать, давайте смотреть, где убедительнее. как изменится ЕГЭ по истории с учетом данного шедевра? Во-первых, конечно, там будет много вопросов по спецоперации, и думаю, что скоро вообще, я большой общесторонник ЕГЭ, но думаю, что его будут сворачивать, опять же, как западное произведение, а так будут увеличивать, конечно, вопросы об этом периоде. Можете подробнее рассказать, как они осветили войну в Грузии. США разжигали, спровоцировали нападение на Россию, Россия дала отпор и только из-за своему миролюбия не захватила всю Грузию. Ну, почти дословно цитирую. Так, надо ли идти учиться на учителе истории в РФ? Можно узнать, что за планшеток у вас, привет и стемнение. Это, наверное, будет называться рекламой. Это называется Remarkable. Мне подарили его на день рождения мои дети. Это классная штука, потому что сюда можно загружать файлы и здесь можно писать. А что касается учебы на учителя истории, ну, мне бы очень хотелось, чтобы было побольше хороших учителей истории. Я верю, что ситуация изменится. Но тоже надо понимать, на какое количество компромиссов придется идти, сколько экзаменов придется сдавать с неприятными вопросами. Так, hello from Washington, D.C. Ага, ну что ж, может быть и приеду в Америку, если визу получу. Будет ли запись стрима? Да, наверное, он будет выложен. Правильно я считаю? Да, будет. Так, спасибо за трансляцию, спасибо за добрые слова. Перешел в 11 класс. Что делать, чтобы меньше впитывать инфу с этой книги? Да ладно, если я откажусь его учить, то на меня пойдет травля. А не надо демонстративно отказываться. Наплевать на него и все. Ну, какой-то минимум. Я не знаю, насколько будет агрессивен, скажем так, ваш учитель. А чтобы меньше впитывать в инфу, ну, я уже сказала, читайте лекции Кацвы. Читайте. Сейчас в интернете можно найти огромное количество информации. Ну, не знаю, у меня на канале есть очень много лекций по истории 20 века. Мне кажется, что это достаточно хорошее противоядие. Стоит ли вообще изучать новейшую историю? Как не изучать? Другое дело, что сегодняшние дни, вот последние годы, это еще не... То есть, эта история ротворится на наших глазах. Нам очень трудно ее оценивать как историю, потому что мы внутри нее находимся. Ну, конечно, все равно надо за этим следить. Так, привет из Грузии. Ну, это я уже сказала. Цикл истории Грузии. Ну, может быть, когда-нибудь. Так, как вы считаете, какая часть родителей будет противиться учебе по данному учебнику? Это интересный вопрос. И я не сомневаюсь, что будет противиться, как уже есть родители, которые противятся разговорам о важном. Насколько их будет много, не знаю. Все боятся детей подставить, конечно. Будет ли лекция про восточную Германию? Не думала пока. Ну, посмотрим. Так, прокомментируйте арест Бориса Кагарлицкого. Еще очень бы хотелось в будущем послушать вашу лекцию про диссидентство в СССР. Почему все уходит? А, и про левых диссидентов в частности. Ну, может быть. Но, знаете, что касается ареста Бориса Кагарлицкого, левых диссидентов зачищают полностью поляну. Все, ну там, как бы главные враги либералы, но на самом деле враги все левые, слишком левые, слишком правые. Ну, это все совершенно незаконно естественно. Так, почему в учебнике, обсуждающем вами, отсутствуют разделы и параграфы про Ждановщину и Лысенковщину? Потому что там упоминаются Жданов и Лысенко в более-менее нейтральном контексте. Там они есть, и Жданов и Лысенко. Жданов вообще совершенно нейтральный, про Лысенко говорится, что он что-то не то говорил, но уровень вреда, который он нанес, совершенно не показан. Как потом людей, которые учились по этому учебнику, адаптировать к новой реальности после падения режима? Вы знаете, это не... Ну, всем придется адаптироваться. А как тем, кто вернется с войны, адаптироваться? А как тем, кто сейчас приветствует все, что происходит? Всем придется адаптироваться. Всей стране будет нужна очень большая психологическая помощь. Учебник. Это с этим справимся. Так, будет ли мерч или что-то в этом роде? Мы все время про это думаем, пока этого нет. Но мысли, конечно, хорошие. Что сподвигло вас давать лекции в интернете? Есть ли какая-то история с этим решением? Есть, я уже много раз рассказывала. Мой сын, моя невестка ехали в машине и слушали мои лекции на платформе Мерзамас. И моя невестка подумала, что неплохо было бы нам самим это записывать. Вот с этого все началось. Спасибо им большое. Насколько и чем отличается советская часть нового учебника от того, что было в старых пособиях? Ну, я, в общем, про это только что два часа говорила. то есть даже в пособиях советского времени не было такого вот в лоб сталинизма и антизападного накала. Будут ли выпуски про историю Беларуси? Очень хочу сделать цикл по истории Беларуси. Что делать школьникам, которым предстоит ЕГЭ? По истории имеется в виду. К счастью, это не большинство школьников. Ну, что я могу сказать? Опять же, там, на самом деле, в ЕГЭ-то, я думаю, большинство таких вопросов вот тоже будет типа когда Крым вошел в состав, ну, когда произошло воссоединение Крыма с Россией или что-нибудь в этом роде. Или там, назовите героев Донецкой Народной Республики. Неприятно. Ну, что делать с этим? Не знаю. Когда будут лекции про Беларусь? Надеюсь, что будут. Так, как вы относитесь еще? Мне очень интересна история Беларуси. Вот сейчас закончим курс по истории Украины, займемся Беларусью. Привет из Лиссабона, соседи. Про лекцию Салазаря. Думаю про это. Возможно, этот персонаж скучнее Гитлера и Франка, но в чем-то... Да, он не такой злодей, как Гитлер и Франк, но он очень интересен. Почему вы решили стать преподавателем? В общем, по случайности. У меня обе бабушки учительницы, и папа шесть лет работал в школе. Но я тоже уже много раз рассказывала эту историю, как некая женщина, очень мало знакомая, пришла в гости к моим родителям, на дачу приехала, мы гуляли, а я училась на четвертом курсе. И она мне сказала, ну ты, конечно, не хочешь работать в школе? Вот в этот момент я поняла, что хочу. До этого мне это никогда не приходило в голову. Какой ваш самый любимый период в мировой истории? Ох, все я люблю. Но очень люблю первобытность, очень люблю средние века. Исторические фильмы про Вторую мировую от Максима Катца нет, не видела. Ждем лекцию в Афинах, но уже была, но надеюсь, приеду. Современное состояние российского общества, результат отрицательной селекции за сто последних лет, репрессии, расстрелы, голодоморы, а иначе, как объяснить одичание россиян? Вы знаете, во-первых, россияне одичали далеко не все. И далеко есть множество прекрасных, тонких, сопротивляющихся происходящему людей, и далеко не только, скажем, в Москве, в Петербурге или в Екатеринбурге, в самых разных местах. Я давала, я проводила семинары для учителей от Архангельска до Владивостока и видела прекрасных, замечательных людей. Отрицательная селекция по всей территории Советского Союза происходила, но всегда были люди, которые ей сопротивлялись. История России и история всех советских республик, это история пренебрежения к человеческой жизни. Этому можно противостоять и эту травму можно вылечить, хотя и не быстро. Ученица девятого класса, хочу соблюдать свою жизнь с историей, подскажите, пожалуйста, лучше учиться за границей? Ну, я всегда ужасно огорчалась, когда мои ученики уезжали учиться за границей. Ну, что я вам сейчас могу сказать? Сейчас, наверное, да. Но если человек едет учиться за границей, вероятность того, что он не вернется в Россию, достаточно велика, о чем бы человек не думал, когда он уезжает, вот это надо тоже понимать, когда вы будете принимать решение. А как вы относитесь к ЛГБТ и то, как Путин с этим активно борется? Пишут, что Сталин считал геев шпионами. Ну, Сталин был такой же гомофоб, как и вся советская номенклатура. Я отношусь с яростью и с возмущением к гомофобной политике российского правительства, к раздуванию мерзостному гомофобии и очень надеюсь, что когда режим падет, то и с этим тоже мы покончим. Так, Олег, спасибо за добрые слова. Так, зачем советской власти было уничтожать людей, которые помогали евреям во время Второй мировой? Если имеется в виду... Нет, ну, потому что советская власть уничтожила огромное количество людей, которые никому ничего не сделали плохого, а сделали только хорошее. Поэтому они вообще не с этой точки зрения подходили. Было совершенно плевать, кто кому помогал. Им надо было укреплять свою власть. Немедий не мог найти ответа, когда и почему отменили трудовое закрепление крестьян и рабочих, что имеется в виду под трудовым закреплением. Если имеется в виду крепостное право, то его отменили... Ну, в разных странах по-разному, конечно, но в большинстве стран отменили еще в средние века в Европе. Были страны типа Пруссии, скажем, где в начале 19 века. Закрепление рабочих такое... Это вообще не очень четкое понятие. права рабочих в 19 веке будут гарантированы. Привет из Одессы. Надеюсь, что у вас там в Одессе... Что вы выстоите. Как вы относитесь к мюзиклу Стиляги? Вы знаете, у меня был друг, старше меня, покойный, к сожалению, который был в ярости от этого мюзикла, сказал мне, я сам был Стилягой, я знаю, что все было совсем не так. Но это мюзикл. Мне он очень понравился. Мне кажется, что там очень какие-то существенные вещи сказаны про то время. Ну, конечно, это фантазия. Хотела бы сделать лекцию про что становиться страной, про то, что становится страной после долгого тоталитарного режима. Это интересная мысль, но это скорее не для лекции, это может быть для какого-то текста написанного. Повысит ли уровень патриотизма новый учебник и будет ли больше добровольцев для преступной войны. Он так плохо написан. Мне кажется, он должен только какую-то девальвацию вызвать. Но не знаю. С другой стороны, он создает общий фон. Замечательная лекция про Украину. Спасибо. Планируете ли запись лекции про ВКЛ? С украинской точки зрения эта лекция уже была между Ордой и Литвой. А с белорусской когда дойдем до Белоруссии? Как вы считаете? А с литовской может быть тоже когда-нибудь. Могла ли образоваться Украина, если бы в гражданке победили белые? История еще как знает сослагательное наклонение. Белые были в основном за единую неделимую Россию, так что вряд ли. Очень жду вас лекции Веревани. Очень может быть, уже была, была очень хорошая лекция. Обидный Версальский мир породил нацизм. В свое время Германия тоже навязывала несправедливые условия мира, но нацизм не зародился в этих странах. Какое ваше мнение о причинах нацизма? Ой, вы знаете, отсылаю вас к своей лекции о Гитлере. Унижение после Версальского мира сыграло свою роль, но было еще много всего другого. Спасибо за все, что вы делаете, спасибо вам. о Рязанско-Окской культуре. Будет лекция об истории России до прихода славян и Рюрика. Интересно, вы знаете, моя свекровь археолог, и она как раз в районе Рязани большую часть жизни копала. Очень тоже все интересно. У меня есть лекция по Волге, это, конечно, не совсем Рязанско-Окская культура, но там есть как раз и о самых древних временах. Отправляю вас туда. Планируете ли вы после войны посетить Украину? Ну, посмотрим, если позовут. Как вы относитесь к Асперанто? С интересом. Это, мне кажется, такой мертворожденный проект, в том смысле, что он не стал Асперанто всеобщим языком, но интересно. Про историю Карфагена, а у меня есть про историю Древнего Рима, там есть про Карфаген на канале. Будут ли переписы... Ой, что ж... Добрый вечер из Сочи. Есть ли особое место в мире либо страна, которую вы бы хотели посетить? Ой, ну таких стран очень много, скажем прямо. Ну вот я сегодня была в Лиссабоне на замечательной выставке японских гравюр и поняла, что я очень хочу в Японию. Ну, а не только туда. Читали ли вы Василия Быкова? Конечно. Лучший автор о реалиях войны, партизан в том числе. Ну, прекрасный автор. О реалиях войны, ну да, из художественной литературы один из самых таких, наверное, близких к реальности. Хотя есть еще, конечно, воспоминания Николая Никулина. Как Вы относитесь к истории российского государства Бориса Акунина? С уважением, но надо понимать, что Акунин не историк. Это хорошее рассуждение интеллигентного человека. Добрый день, из Сургута. Сколько же у Вас времени сейчас в Сургуте? Расскажите нам о Ваших любимых местах в России, где Вы любите проводить время. Любила, наверное, да? Спасибо за это в настоящее время. Ну, как Вам сказать? Я очень люблю Ферапонтово в Вологодской области. Я обожаю Плёс, дивной красоты, чудесное, прекрасное место. Вот незадолго до отъезда я открыла для себя лесной терем под Чухломой. Ну, то есть, мне очень нравится север российский. Да, мне много чего еще нравится. Так, Вы работали когда-нибудь в школе 665? Нет, я работала в 45-й, а потом в 67-й. Хотела бы узнать, как будут перевоспитаны граждане РФ, которые активно поддерживали режим. Будет ли процесс похож на Германию после Второй мировой? Это очень сложный вопрос, и я об этом много говорю в своей лекции «Судыстория». И сейчас я пытаюсь написать книгу про ответственность, где про это тоже, конечно, будет идти речь. В Германии это был очень сложный процесс, который занял около четверти века. Думаю, что в России это будет не менее сложно, а может быть и более. Так, пишу из оккупированного Мариуполя. Спасибо за лекции, ждем вас в Украине после войны. Большое спасибо. Надеюсь, что Мариуполь будет свободным. Спасибо за прямой эфир. Будет видео про Бандеру, будет видео про Украину в годы Второй мировой войны. Конечно. Добрый вечер из моего любимого Екатеринбурга. Какой ваш самый любимый период истории, какое историческое событие вы ярче всего помните? Мой самый любимый период истории, опять же, меня их много, я уже сказала. Первобытность, средние века, французская революция. Если речь идет о исторических событиях на моем веку, ну, наверное, перестройку я лучше всего помню. Если война закончится при вашей жизни, как часто вы будете о ней вспоминать все время, какой след она оставит на вашей душе? Всю мою жизнь изменила, как и у всех. Приедете ли вы в Астану или только в Алматы? Только в Алматы. Но про другие города можно, про все города, куда я еду, можно найти на сайте edelman.ru. Там указано, в каких городах я буду в этом году. По поводу того, чтобы в СССР было выгодно быть русским. Отец моей мамы поляк, мать украинка из шести детей, четверо записаны русскими, хотя родители других национальностей. Очень характерная ситуация. Как в новом учебнике рассказали про хрущевскую оттепель? Ну, так, сквозь зубы. Вот я же читала отрывок. Ну, вроде как, да, да, судили, а вот западные СМИ, использовали, стали разжигать. Так, опять про историю Беларуси. Будут лекции по истории Беларуси. Когда власть переменится и закончится этот кошмар, насколько быстро реформируется система образования? Ну, это зависит от нас. Как мы ее будем реформировать? Проблема заключается в том, что там надо все реформировать. программы, организацию жизни в школе, управление образованием, отношения учителей. Это очень много. Пишу из Красноярска. Хороший тоже город. Будет ли лекция об истории Сибири? Очень тоже хочу. Посмотрим. Что написано на стикерах на вашем макбуке? Это стикеры фонда борьбы с коррупцией. Там написано «Долой войну», написано «Навальны» и так далее. Привет, Истамбула. Все из моих любимых городов пишут. Какие темы планируются для следующих прямых эфиров? Ну, мы скоро их объявим. Давайте так. Скоро, в сентябре будет эфир. Следите за рекламой. Будут ли лекции о вьетнамской войне? Будут. В истории белорусских земель говорила уже. Как вы относитесь к политике Польши по отношению к Западной Беларуси в 30-х годах? Очень была жесткая политика и она породила очень многие проблемы. Что делать школьникам, который сейчас закончил 9 класс? Лучше пойти в колледж или очутиться в 10-11 со всей этой ложью? Зависит от школы. Зависит от того, чего вы хотите делать после этого. Это зависит от того, насколько вам светит призыв в армию. Я так не могу ответить. Планируется ли лекция про декабристов? У меня была лекция про реформы в России. Может быть, когда-то сделаем отдельно. Спасибо за обзор. Спасибо вам. Да, учителя бегут. Понимаю. Будет ли когда-нибудь лекция Валерии Новодворской? Очень интересная мысль. Но я уже говорила, я отношусь к ней с огромным уважением. Привет из Нижнего Новгорода. Считаете ли вы действующую депутатуру виной русского народа? Правда ли, что русский народ велик? Или мы привыкли присмыкаться? Вы знаете, Карл Ясперс, которого я очень уважаю, великий немецкий философ, сказал, что обобщающие высказывания о народе унижают достоинства отдельного человека. Вот фраза, что русский народ велик, или фраза, что русские все рабы, это все обобщающие высказывания. В русском народе есть потрясающие люди и есть омерзительные люди. Не может быть коллективной вины. Коллективная вина это то, что проповедовали фашисты. Есть вина отдельных людей. Каждый из нас определяет свою вину сам, перед своей совестью. Привет из Литвы. Спасибо. Ваше мнение о присоединении Клайпетского края к Литве в 1923 году. Насколько это было оправдано? Я не знаю, с какой точки зрения оправдано. Эти границы, конечно, эти границы проводились очень... Границы национальных государств — это вопрос, который всегда кого-то оставляет обиженным, к сожалению. Мне бы очень хотелось видеть, как при моей жизни и мы перейдём к каким-то, может быть, не знаю, наднациональным объединениям, тогда эти вопросы отпадут. Ну, типа Европейского союза. Я понимаю, что это мечтание. Как ставить на место тех учителей, которые это пропагандируют на уроках? Целый урок биологии потратили мы на выслушивание этой гебельсовской пропаганды. Но опять, если вы готовы возражать, то возражайте. Но не просто там Иван Иванович в гебельс. Надо найти доводы. Если вы готовы спорить, тогда вы должны находить доводы против. Ну, или молчать, просто легать в клестики-нолики. Так, стоит ли игнорировать новые территории при преподавании географии? Если это делать, не вникая в политику, наверное, в этом ничего страшного. Мне важно ваше мнение. Вот это мне никогда не приходило в голову. Да, география же тоже. Но они на картах отмечены как часть России. И, в общем, наверное, ужасно просто показать такую карту детям и ничего не сказать. Но я тоже понимаю, что для вас это может... я так понимаю, что этот вопрос задан учителем географии, то это может иметь печальные последствия. Вы тоже должны решить, готовы ли вы на это. Я никого не призываю к самоубийственным действиям. Может быть, лучше проигнорировать эту тему, если вы не готовы. Но просто говорить, а вот, какие хорошие территории в России, мне кажется, это неправильно. Так, опять Екатеринбург. Галиция до присоединения к СССР была ближе к Советской Украине или все же к Польше. Галиция входила в состав Польши, тогда, в общем, в этом смысле она была ближе к Польше, но там было очень большое украинское население. Поэтому тут я не очень понимаю, вот смотря, с какой стороны мы смотрим. Спасибо вашему учебнику, который в руки истории включал меня. Так, нужно ли в учебнике истории отображать новейшую историю, самую новейшую, я считаю, что не нужно. Если ее изучать, то в курсе обществознания. Я бы, например, останавливала курс на 1991 годе, может быть, на 2000, не более того, а остальное это обществознание. Привет из Винницы, смотрим вас под воздушную тревогу. Не думали ли вы сделать лекцию о преступлениях солдат Красной Армии, изнасилований немок и своих солдат женщин? Ну, отдельная лекция мне как-то не приходила в голову, хотя я говорила об этом в лекциях о войне. Вообще, женщины на войне, конечно, страшная тема. Как люди, живущие в 21 веке, до сих пор верят пропаганде? Ну, у меня есть книжка на эту тему и лекция, с которой я езжу. Львовит нас пропаганда на слабых пунктиках. Почему большая часть второго поколения грустит по СССР? Ну, наверное, люди грустят по своей молодости. Какая не была, кажется, как здорово было. Мы были сильные, молодые, веселые. У других голова задурена все той же пропагандой. Но я знаю, очень много людей старшего поколения, которые не грустят. И такие тоже есть. Что можно почитать об иностранной интервенции в России в годы гражданской войны? Ха-ха-ха. Интересный вопрос. Опять отправляю к лекциям Кацвы. Там наверняка есть какая-нибудь книжечка, ссылка. Какие идеи могли бы сейчас примирить народы? Если бы я знала одну такую идею, я бы уже, наверное, была лауреатом Нобелевской премии. Мне кажется, что это уважение к человеку. Если ты уважаешь человека, то ты не будешь его национальную принадлежность ставить выше своих отношений с ним. Вот и все. Как вам идея об истории голода 32-33 в Казахстане? Это страшная история. Правда ли, что он несло больше всего жизни по процентному соотношению? Не знаю, но знаю, что это страшно и про это тоже надо будет когда-то записать. Спасибо. Спасибо вам. Что делать школьникам, которые против войны, у которых нет возможности бежать из Российской Федерации? Прежде всего заботиться тем, чтобы вас не забрали в армию. Любым способом. медицина. Я считаю, здесь все средства хороши. Любые взятки, все что угодно. А дальше тоже вы решаете сами, как вы хотите демонстрировать свое неприятие войны. Ваше мнение о сепаратизме на Северном Кавказе. Будет ли лекция? Ну, может быть, когда-то и будет. Вы знаете, я не уверена, что сепаратизм на Северном Кавказе так силен, как про это говорят. Конечно, там есть эти настроения, но я ничего-то я не думаю. Я не такой специалист, но я не думаю, что большинство там хотело бы отделиться. Спасибо. И с Одесской области. Держитесь, держитесь, пожалуйста. Добрый день. Так, было бы интересно послушать историю про старобрядцев-поморцев. Старобрядцев-старобрядцев-старобрядцев. Ну, вообще про старобрядцев. Это хорошая мысль, не только про поморцев из стран Балтии. Так, закончила восьмой класс книги Российской империи в девятнадцатом-двадцатом веке. Ого, их сколько! Я могу сказать вот что, что лекции на моем канале, после лекции, внизу в описании, мы помещаем, в них там всегда есть какие-то списки. Так, интересуюсь историей России, насколько сильное влияние имеют силовые структуры. Сильное, на то они и силовые структуры. Опричники – это не самая влиятельная силовая структура. Ну, опричники, понятно, там все разгромили. Опричина семь лет всего существовала. А потом Грозный потому ее и распустил, что слишком большое влияние. Я бы про сегодняшние силовые структуры подумала, чье влияние огромное. Привет из Киева. Как вы оцениваете подход западных историков, которые трактуют 14-й и 14-й, как одну большую войну? Ну, это интересная мысль, и в ней есть, в общем, резон. Хотя, мне кажется, это больше спор о терминах. В общем, да, эти 20 лет были, во-первых, были полны мелких войн, и, во-вторых, это было скатывание войны. Ну, у меня как привычное традиционное разделение. Вопроса нет, хочу сказать спасибо. Спасибо вам. Хотела бы услышать лекцию об истории Кореи, и вообще лекция об азиатских странах. Это очень интересная мысль. Так, хотела узнать, почему язык в Молдове румынский, хотя молдавское княжество существовало до румынского. Ну, мы считаем, что в Молдове язык молдавский, да, и он как бы немножечко отличается от румынского, хотя понятно, что, в общем, это разные просто диалекты. Ну, наверное, потому, что государство в результате, вот уже в 19 веке была Румыния. Что вы думаете об анархизме в России? Знаете, я в последнее время что-то все больше симпатии думаю об анархизме, что вообще мне совершенно не свойственно, мне все это совершенно не нравилось. Но как-то так достали все государства. Ну, я не говорю про кидание бомб, конечно, а вот про саму идею самоуправления. Здрасте, из Украины жду лекцию про махной анархизм. Ну, вот подумаем. Так, из солнечного Владикавказа, тоже хороший город, может ли человечество не воевать, как объединить его для более мирных инициатив? Вы знаете, самые древние следы, говорящие о том, что была война, относятся примерно к 15 тысяч лет до нашей эры, 15 тысяч лет назад. До этого следов нет. Может, они и воевали, но мы их не видим. И я так думаю, что если когда-то не было, может быть, мы сможем прийти. Очень долго казалось, что атомное оружие это сдерживающий фактор. Но сейчас мы видим, что атомное оружие наоборот это фактор устрашения. Так, что вы думаете? Так, анархизм, здоровье, спасибо большое. Почему Петр I не провел крестьянские реформы, не освободило под подать и помещиков? Да потому что ему наоборот, он только хотел всех закрепостить, он усилил закрепощение, он хотел всех задавить. У меня есть лекция Петре I, можете послушать. Ему никто не помешал, у него даже в мыслях такого не было. Так, привет из Латвии об истории Балтийских стран. Тоже хорошая мысль. Как не потеряться среди бесконечных искажений информации молодому человеку, когда историческая база достаточно хлипкая? Откуда начать познание? Ну, вы понимаете, как? Очень легко потеряться. Но, наверное, надо вырабатывать в себе некоторое такое критическое мышление. Вот вы читаете любую книгу по истории, она может быть очень интересна. Остановитесь на секунду и подумайте, насколько это обосновано, насколько автор подкрепляет свои мнения чем-то. Или же он просто пишет, ну, как всем известно, Украина и Россия это одна страна. Кому это всем? А ты докажи, братец. Вот попробуйте такие вещи посмотреть. Это нелегко, но другого пути боюсь, что нет. Так, здоровья. Спасибо. Так, как вы оцениваете влияние Кемали на турецкую нацию? Не считаете ли вы, что нужен такой человек сейчас, который скинет старый режим и построит новый? Влияние Ататюрка огромно, совершенно. И надо сказать, что до того, как я впервые приехала в Турцию, я к нему относилась куда хуже, чем сейчас. Я понимаю, как много он сделал для Турции. Что касается России, мне кажется, что здесь скорее нужен человек, который бы как-то мягко бы провел изменения. Не понимаю, что это непросто. Так, надеюсь, мы сможем посетить Слава Украине, Живь Беларусь, Россия будет свободной. Согласна со всем. Лекция о жизни о реформах Александра Второго у меня есть на канале. ВКЛ было более белорусским государством, чем литовским. Мне кажется, что это такое же упрощение, как говорить, что это было только литовское княжество. Тогда вообще таким образом это государство не оценивалось. Я надеюсь, что я не обижу никого из белорусов. Я знаю, что на меня уже обижаются, что я не говорю о белорусском компоненте в литовском княжестве. Он там был огромен. Но они там совершенно по-другому себя воспринимали все. Горбачев отнюдь не любимый ваш политик. Есть у вас любимый политик? Но если мы говорим про сегодняшний день, то это Алексей Навальный. Из Южно-Сахалинска доброе утро! Вот это да! Почему вы выбрали именно Португалию для временной иммиграции? Потому что здесь живет моя дочь, и я к ней и приехала. А теперь вся уже наша семья тут. Так, привет из Люблина! Будет ли лекция про Польшу? Ну, может быть. Так, из Томска. Какую роль отвели в новом учебнике? Ой, прыгает. Событием о сталинских репрессиях в отношении народов из... А там нет до начала войны, там 45-го года. Поэтому почему Вторая мировая начинается в 1939-м, завершается капитуляцией Японии. Начинается с Японии. Вы знаете, многие историки говорят, что надо начинать с 1932-го года. Вот скоро начнут выходить мои лекции Второй мировой, я про это говорю. Привет из Казахстана! Будут ли лекции про страны Центральной Азии? Очень хочу! Так, читали ли вы новый текст Алексея Навального про 90-е и их последствия? Вы знаете, там очень много, к сожалению, такой жесткой, но очень много резонных вещей, к сожалению. Как это не грустно. У вас есть любимое время из истории? Я уже говорила. Люблю далекие романтические времена. Ученик 1967-й! Ху-ху! Стоит ли ожидать... Ой, потерялся. Где ученик 1967-й? Ху-ху! Потеряла. Так. Ну, куда это делать? Пиши. А, вот. Что в грядущем году школа сильно изменится. Имеется в виду наша школа? Надеюсь, что нет. Так. Из Витебска. Были ли в нем когда-нибудь? Не была. Очень хотела бы побывать. Хотели бы посидеть с нас с лекциями. Ну, когда-нибудь. Явно не сейчас. Так. Это я уже читала. Изучали ли вы белорусские учебники истории? Я знала разных хороших белорусских учителей. В рамках Европейской ассоциации мы общались. Учебники не видела, к сожалению. Самый нелюбимый исторический период не знаю. Все очень люблю. Персонаж Гитлер, наверное, Сталин. Но, понимаете, это не любимый как человек, а рассказывать про них очень интересно. С каких точек зрения должна рассматриваться история России в учебниках будущих? С разных. Вот что важно. С разных, чтобы не было одной. Неважно, либеральной, националистической, какой угодно. Ждем в Екатеринбурге. Как я люблю Екатеринбург. Наткнулся на интересный график с индексом свободы России. Наиболее свободным мы были уремена Александра Второго. Конечно. Ну, еще с 905 по 917. Так. Из Самары. Про Осипа Мандельштама. Ну, это непростое дело про Мандельштама говорить. Даже прям испугалась даже. Посмотрим. Так. Господи, так все скачет. Простите, если я кого-то потеряю. Верите ли вы в приметы? Нет. Ну, я, конечно, плюю через левое плечо, но не более того. Так. Спасибо за работу. Оценивайте абсолютизм в России. Нужен уникальный путь. Я должен стать... Ну, знаете, у каждой страны свой уникальный путь. Но я считаю, что, во всяком случае, Россия может стремиться к тому, чтобы стать частью европейских демократий. Планируете ли вы вернуться в Россию? Хотелось бы. Для этого нужны кое-какие перемены. Легко догадаться, какие. Ваше любимое время года? Лето? Нет, хотя. Вот теперь я ужасно скучаю без зимы и без снега. Если бы сегодня в Крыму прошел честный референдум, то сколько людей в процентном соотношении проголосовали бы за то, чтобы вернуться в Украину? по вашему мнению, ну, куда больше, естественно, чем сейчас. Я не уверена, кстати, что это было бы большинство. И, может быть, пришлось бы обсуждать какие-то вопросы автономии, особого статуса и так далее. Но обо всем это можно говорить только после того, как сначала Крым вернется в состав Украины. А вот потом референдумы, обсуждения и так далее. Спасибо за вашу работу, украинцы, спасибо. Молодежь России еще больше. Ну, что, да, я про это говорила, конечно, этот учебник воняет. Так. Привет из города Орел. Борюс, режим Путни, здесь 14-го. Много раз был арестован. Держитесь, держим кулачки за Украину. И за вас тоже, держитесь. Те, кто продолжают бороться в России настоящие герои? Что будет в России с такими либеральными школами? Не буду даже называть, какие тут называются. Ну, плохо им будет, трудно им будет. Привет из Будапешта. Внутринает мою бабушку. Спасибо. Так. Из Махачкалы. У северокавказских республик после упадения режима. Это очень сложный вопрос. Я надеюсь, что вы не попадете в руки ну, такого разнузданного национализма. Я надеюсь, что Кавказ найдет какое-то правильное место в свободной России. Как переубедить родственников насчет войны или ЛГБТ, и стоит ли переубеждать? Если родственники старые, оставьте их в покое. А если нет, то только рассказами о нормальных людях, о людях, страдающих от войны, о совершенно обычных людях, которые принадлежат люди. Хотя, казалось бы. Так, это я уже говорила. Будет ли лекция о Лермонтове? Не знаю. Посмотрим. Теория двойников Путина. Ну, мне кажется, это все сказки. Казахстан вышел последним преемником России, можно считать Казахстан. Ну, уже объявлена Россия преемником СССР. Так, это не такое большое счастье вообще быть преемником СССР, мне кажется. С Владивостока свободу Алексею Навальному, согласна, и всем политзаключенным. Россия будущего должна быть свободной и терпимой, и с низким уровнем насилия. Из Лондона тоже любимый город. Лекция о пражской весне очень может быть, ждут в Нью-Йорке, спасибо. Так, это я уже говорила. Здоровью всему миру, будет лекция про Бессарабию. Ох, сколько интересных тем для лекций. К Максиму Каццу я отношусь с осторожностью. Опять все прыгнуло. Так, привет из Астрахани. Так, я сказано своего антивоенного мнения на ЕГЭ. А какое антивоенное мнение на ЕГЭ? Там, мне хочется надеяться, что никто его, там его никто и не спрашивает. Это все-таки, слава богу, ЕГЭ, это пока, это не место, это не митинг. эссе, ну, эссе можно взять друг, разные темы. Там нет никого военного, там нет просто возможности для этого. Казахов можно считать потомками гуннов, ну, очень далекими, очень вряд ли. Жду вас в Риге, спасибо. Что вам больше всего запомнилось в Риге? Очень вкусная еда, как это не смешно. Ну, я не первый раз была в Риге, вообще очень хороший город, но в этот раз очень там было вкусно у вас. И еще была осень золотая. Так, встретился с учителем истории, вы стали надеждой, что не все такие. Уже у вас в Екатеринбурге такие есть классные учителя, совсем не все учителя плохие. Так, из исконно русского города Калининграда, ага, будет ли у вас когда-нибудь лекция про восточную Пруссию? Вот тоже, кстати, Про пражскую весну уже сказала, что интересно, может быть. Интересен ли вам Бенджамин Франклин? У меня была лекция про Американскую войну за освобождение. Кто такой Джохард Дудаев? Ну, непростой человек, скажем так. Лекции по зарубежным писателям, по Джеку Лондону, про Джеку Лондону не знаю, есть ли у вас любимый зарубежный писатель? Очень много. Например, Фолкнер, например, Салман Ружди, спасибо за прямую трансляцию. Почему Березовский выдвигал Путина? Влиять, наверное, хотел через него. Из Пензы как относитесь к Новодворску и Жириновскому? Ну, это как-то совершенно разные люди. К Новодворске хорошо, к Жириновскому плохо. За что любите Навального? за то, что он хочет, чтобы Россия была свободной и счастливой. Про отношения между поляками и украинцами. У меня в разных лекциях про Украину это говорится. Это не самое простое, да, вопрос, безусловно. Но мы еще будем говорить про Украину во Второй мировой войне. Почему Осетия не едина, а разделена на Северную и Южную? Да потому, что большевики проводили границы, как им в голову приходило, и все, и отсюда очень многие нынешние конфликты. Некое единое государство, в смысле всего мира, ну, что-то мало надежды в ближайшее время. Из творчества Леонида Парфенова, ну, наметнее. Так, это уже было. Что-то возвращаются. Вы когда-нибудь были во Владимире? Конечно, много раз и с учениками, и сама. Так, о деятельности новой газеты Анны Политковской и Елены Милашиной. Неожиданно. Подумаю. Привет из Перми. Про Инвера Ходжо. Ого! Тоже. Слушайте, сколько мыслей. Нам надо все это зафиксировать. Ну, что-то опять. Только я прочитала спасибо от Украины. И этот ушел. Вопрос. Кого вы считаете преемником Руси? Простите, я не понимаю. Вопрос. Если бы могли встретиться с одной исторической личностью и задать ей один вопрос. что дает вам энергии и силы в работе, а также общение с близкими людьми? Вопрос. Предположение о том, что вот это было. Сеть была. Вот. Хочется лекцию про историю Японии. У меня есть лекция про самураев вообще-то. Про историю Японии надо быть тоже. Так. Восхваление режима. Спасибо, что я не восхваляю режим. Так. Как абсолютизм уже говорила. Привет из Курска. Лекция о гибели лодки Курск. Ой. Хорошая мысль, но уж очень страшно. Считаете ли вы, что в Польше и Литве был переименован Калининград в королевец? Вообще, я считаю, что Калининград должен называться Кенигсберг. Это его историческое название. Лекция об отмене крепостного права. А у меня есть такая лекция. О религиозных войнах во Франции. У меня есть, скажем, про Екатерину Медичу. Там много об этом. Какие циклы ваших лекций для вас самые любимые? Много их. Все люблю. Получаю гуманитарное образование. Ой-ой-ой. Оппенгеймер или Барби? К сожалению, еще не успела посоветить Оппенгеймера. Барби не буду смотреть, потому что Барби ненавижу всей душой. Так что уже по умолчанию Оппенгеймер. Будут ли выпуски о ваших любимых книгах? Очень хочу их возобновить, но пока что-то не очень получается. Так, успешно подготовила проект. Очень рада. Что делать школьникам, в окружении которых все за войну, даже родители? Отстаивать обоснованно свое мнение. Но стараться сохранять с родителями нормальные отношения. Учителя-мужчины не смогут работать в школе, если не сходят в армию. А с каких пор? Такого, слава богу, пока нет решения. Ну, это будет ужасно, если так. 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 Наше видео было. Было. Так. Между ИСФАКом и юридическим. Есть ли будущего юриста в России? Надеюсь, что есть, скажем так. Среди моих выпускников есть замечательные юристы-правозащитники. Кафедры ИСФАК, МГУ, МГИМО в высшей школе экономики хорошие. Ну, до последнего времени лучшая, как мне кажется, была в вышке. Теперь сложно сказать. Какым образом всю эту чушь можно будет вычистить из голов, очевидно, россиян? Не просто. Очень постепенно. Если это делать в лоб, то ничего хорошего не будет. Лекции об истории феминизма у меня есть даже несколько на канале. Какие посмотреть в первую очередь? Нет, это сами выбирайте. Не знаю. Так. Так, это было. Происходящее настоящее на обществознание. Так, вот мне тут продюсеры мои говорят, что пора мне закругляться. Лекции Максима Катца не слышала. Будет продолжение лекции в истории по Волжье обязательно. Герои на России и Грузии. Ну, когда-нибудь. Так. Какое поколение школьников? Ну, за маленьких даже страшнее, чем за старших. Книги об эпохе Александра Второго. Ну, вы знаете, мои лекции об Александре Втором, там есть разные книги. Велят мне останавливаться. Простите, пожалуйста. Тут еще очень много вопросов. Не успеваю на них ответить. У нас обязательно еще будет эфир в сентябре. В Туре у нас будет много поездок с Тамарой Эдельман. Вот в ноябре у нас практически набрана группа, но вдруг образовалась парочка мест в туре по Чили, где мы будем в пустыне Атакама смотреть на звезды и говорить про астрономию, про историю. А потом будет еще много интересных поездок. Так что, я думаю, еще будут возможности пообщаться. Огромное спасибо всем, кто меня слушал, кто задавал вопросы. Простите те, кому не успела ответить на вопросы, но сил уже нет. Нет войне. Россия будет свободной. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова